Вязанные с педагогическими приложениями различные разделы теории вероятностей и математической статистики. Кратко, буквально освежу в памяти вашей, что мы на предшествующих семинарах выяснили. Ну, во-первых, статистическими методами оказалось возможно отыскивать различные числовые закономерности. Ну, среди прочего тоже вездесущее золотое сечение, не исключением оказалось, да, различные арифметические, геометрические прогрессии в различных приложениях педагогической сферы в теории вероятности и математической статистики обнаруживаются. Но этим не заканчиваются эти приложения. Кроме того, и теорию игр оказалось возможным адаптировать к сфере педагогики, вообще к социогуманитарным дисциплинам, как на рубеже теории вероятностей и других смежных математических дисциплин, выходящих за рамки нашего курса. Но, тем не менее, хотя бы такую основную идею, да, как именно анализ средствами теории игр позволяет педагогические решения принимать, хотелось бы тоже разобрать. Вот. Подробный анализ педагогических игр, когда мы различные стратегии, выбираемые теми или иными учителями, да, анализируем с такой математической точки зрения, с формальной теорией игр, то подробный анализ этого педагогического опыта методами теории вероятности может привести нас к тому, что в разных случаях, при выборах разных стратегий педагогических, каждый из игроков, ну, как игроками этой условной игры, да, будут учителя, преподаватели, ученики, обучающиеся, студенты, являются, ну, и, собственно, выбор их некоторой стратегии, направленной на изучение нового материала, будет обусловливать оптимальность их поведения в плане минимизации времени, затрачиваемого на изучение той или иной дисциплины, ну, и на правильное, на повышение эффективности, да, это образовательного процесса, ну, и оказывается, что в различных случаях каждый из игроков, в принципе, ожидает выигрывать больше, ну, и при этом выигрыш другого игрока как будто бы никак не меняется, а ведь другой игрок тоже, в принципе, здравомыслящей личностью является, может менять какие-то свои стратегии, выбирая оптимальную для себя стратегию, ну, и поэтому такое формально чисто решение из теории игр, как игр с природой больше, да, с таким, с неразумным нечим некоторым объектом, может привести к неоптимальному решению, ну, и цена игры, найденная для оптимальных, в случае смешанных стратегий, в рамках игр с природой, с таким, с некоторым неодушевленным объектом, используемых в играх с нулевой суммой, может не всегда приводить к наибольшему выигрышу. Это в основном происходит потому, что оптимальная стратегия в играх с нулевой суммой, как правило, основана на ограничении или на уменьшении выигрыша соперника. Если же игра имеет нулевую сумму, то уменьшение выигрыша одного игрока фактически равносильно увеличению выигрыша другого, что в случае с более сложной ситуацией, когда игра не с природы, да, игра в такой системе человек-человек происходит, это, ну, не всегда так, поскольку оппонент или как противник в этой игре тоже может менять стратегии и выбирать именно оптимальную для себя линию поведения. Ну, допустим, что некоторый учитель, да, там, А и учитель Б играют вот условно в эту игру и могут выбирать различные стратегии, реализуя, допустим, личностно ориентированную технологию обучения или профессионально ориентированную технологию обучения. Ну, предположим, что учитель А и Б, да, участвуют в этой игре. Если учитель Б не будет использовать смешанную стратегию, а будет всегда одну фиксированную, какую-нибудь вторую стратегию применять, используя личностную технологию обучения, в то время как он будет придерживаться смешанной стратегии, и в этом случае учитель А будет в среднем получать, допустим, 30 умноженное на 2,5, как вероятность выбора этой стратегии, плюс 18 на 3,5, как вероятность выбора другой стратегии. Причем 30 – это успеваемость класса, которая получится при выборе одной стратегии, а 18 – это успеваемость своеобразная класса, получаемая при выборе другой стратегии. Вот такая сумма среднеизвешенная приведет к 22,8% как успеваемость класса в среднем. При выборе некоторой смешанной стратегии между несколькими возможными. А учитель Бен тогда по-прежнему будет фиксированный выигрыш от этой игры в смешанных стратегиях получать, ну, допустим, 19,2% успеваемости в классе достигаем. Я замечу, что выигрыш в этом условного игрока Б при этом не поменялся, а выигрыш игрока А возрос при выборе смешанной стратегии. В играх с нулевой суммы подобное было бы, в принципе, невозможно, поскольку увеличение выигрыша одного игрока автоматически приводит к уменьшению выигрыша другого. Очевидно, оказывается, что учитель Б может действовать подобным образом и всегда использовать чистую стратегию, ну, вторую, допустим, да, из двух возможных, ожидая, что его оппонент, учитель А, будет придерживаться смешанной стратегии, максимизирующей его выигрыш, ну, исходя из предположения, что разумное поведение у оппонента проявляется. И в этом случае результат у учителя Б будет возрастать, у учителя А будет оставаться на прежнем уровне. Вот. Таким образом возникает, естественно, вопрос, а что произойдёт, если оба учителя будут использовать чистую стратегию, например, вторую, тогда оба получат лишь по 18% результативности применения своей методики, ну, предположим, да, а выигрыш совместных, как обоих игроков в такой коалиции, совместных выигрыш уменьшится одинаково. Ну и, казалось бы, в тупике мы поместились, зашли в тупик, ведь каждый учитель может выиграть по отдельности больше, не навредив, с одной стороны, сопернику по этой педагогической игре, но если оба учителя, да, оба этих игрока захотят получить больше, то суммарный выигрыш у них окажется меньше среднего ожидаемого значения. То есть получается такой, ну, объединённый, да, кое-ако консилиум, да, составляющий, педагогический совет решающий, когда в таком объединённом разуме, объединённом коллективном разуме решение выбирается, оно большую выигрышу в этой стратегии смешанной будет доставлять. Ну, в принципе, как раз этот вариант и возможен, оказывается. Если предположить, что оба учителя заключат некоторые соглашения или компромисс, чтобы не попадать одновременно в зону с наименьшим выигрышем, суммарным, ну, условно выигрышем, здесь как бы такая продуктивность их педагогической деятельности, да, оказывается, результативность, там, успеваемость классов, в которых они работают. Вот. Если заключить некоторый компромисс, соглашение общее, ну, и использовать тогда совместную стратегию выработать, оптимальную, и использовать совместно каждую из возможных стратегий с некоторой долей вероятности. В этом случае каждая сторона этой игры, условно, получит больше, и при этом выигрыши учителей могут казаться равными. Например, если учитель А будет чередовать свою первую и вторую педагогическую стратегию с некоторыми вероятностями, а учитель Б будет чередовать вторую и первую стратегию, тогда средний выигрыш для обеих сторон этой игры можно увеличить, и он будет равен уже 25% против 18. Учитель А, если будет попеременно получать, то 20%, то 30% эффективности своего труда от каждой из выбираемой образовательной технологии с разной вероятностью. Учитель Б, например, наоборот будет, то 30%, то 20% чередовать. Ну и, как видим, такое компромиссное решение окажется оптимальным с точки зрения теории вероятности, и более того, он будет равновесным, поскольку симметричный результат окажется, и к равным оптимальным значениям приведет подобное смешение стратегий. То есть, с разными долями вероятностей применять одну из нескольких педагогических технологий, предварительно приведя к такому компромиссному соглашению общему. Ну и с точки зрения преподавателей соперников, когда бы исключено было подобное соотворчество, это решение было бы, в принципе, неприемлемым, но, учитывая, что каждый учитель, каждый преподаватель, это все же здравомыслящий человек, который работает, прежде всего, на положительный обучающий эффект и учебный результат, увеличивая по качеству обучения, ну и каждый из них, в принципе, вынужденно пойдет на компромисс, рассмотренный в виде такого выше чередования стратегий в применении различных образовательных технологий. Собственно, опять же, на вашем опыте убеждаетесь, что такие смешанные технологии, то онлайн, то дистант, то оффлайн, не дистант, да, приводят к более хорошим результатам. И, следовательно, принципиальное решение, да, оптимальное будет заключаться в плоскости, граничащей с некоторым сотрудничеством, с поиском точек соприкосновения, да, с противоположной стороной в данном контексте, со своими коллегами, преподавателями, учителями, в принципе, в таком, ну, как говорят, плохой мир, лучше, хорошее войны, да, и теоретико-вероятностная модель статистическая дает тому строгое математическое обоснование. Резюмируя сказанное, как мы увидели из прозвучавшего примера, соотворчества и соотрудничества на всех уровнях, да, и на уровне учителей между собой, в педагогическом взаимодействии, взаимотворчестве, как раз дает реальный выигрыш в повышении своеобразной результативности использования различных образовательных технологий, их чередовании, да, и поиска таких седловых точек в смешанных стратегиях. Этот механизм, в принципе, используется для определения наиболее эффективных и результативных решений педагических. Его также можно использовать и для нахождения других примеров в образовательных и воспитательных системах различных процессах, оптимизациях различных явлений в педагогическом творчестве, ну и применение теоретики игровых методов в принятии этих педагических решений даст как раз оптимальный конечный результат, который, в принципе, интуитивно невозможно было бы предугадывать, но это оказывается реальным путем ухода от субъективизма в осуждениях и в каком-то таком умозрительном интуитивном оценивании разнообразных дидактических заданий, их проявлений. Ну, а если выполнять математические расчеты для результативного принятия педагических решений, то можно будет каждому педагогическому работнику, да, как раз этот оптимальный результат достигать. Ну и выход как раз заключается как бы на поверхности лежащим необходимо задействовать повсеместно, да, и в педагогической деятельности разные информационные технологии, запрограммированные на идеях искусственного интеллекта, в частности, на теоретико-игровом анализе, ну, в принципе, на сегодняшний день много и онлайн-сервисов, и оффлайн-решений, которые позволяют эти разделы теории вероятности и статистики к теории игр применить, адаптировать и поиск оптимальных стратегий для оптимизации теоретических решений осуществлять в автоматическом режиме. Ведь обработка данных, статистическая обработка данных, да, в принятии педагогических решений на основе теоретико-игрового анализа, это фактически один из основных на сегодняшний день таких конструктивных путей в решении достаточно сложных и порой трудно формализуемых социальных закономерностей различных явлений, процессов, которые, несомненно, в педагогике возникают. Такая же формализация иногда называется невозможной в осуществлении, казалось бы, но через неё можно представить всё многообразие сути этой предметной области в виде математической игры. И поэтому как раз использование теории игр оказывается краеугольным камнем, фундаментом, лежащим в основе совершенно новой ветви человеческих знаний, такой наукометрии педагогической деятельности. Значимость использования статистических методов в нахождения оптимальных альтернатив педагогического поиска на основе алгоритмов теории игр подтверждают слова выдающегося мыслителя средневековья Бекона. Он утверждал, что только верный метод может привести к получению истинного знания и подлинной картины познаваемого предмета. Как раз теоретика игровой метод анализа педагогических ситуаций, это и есть один из прогрессивных современных методов в нахождении верного педагогического решения. Именно проникновение в педагогику подобных информационно-математических статистических методов является одним из показателей зрелости этой науки. Кроме того, принятие педагогических решений можно осуществлять на основе метода анализа иерархии статистических предложенных, метод предложенным Томасом Саатти. В чем суть его метода? Под принятием педагогических решений, как правило, понимается процесс выбора оптимальных альтернатив в педагогической практике с целью достижения наилучшего обучающего, развивающего, воспитательного или даже управляющего образовательного эффекта. Под оптимальными альтернативными в данном контексте понимаются некоторые предпочтения, которые не всегда выражаются наибольшими или наименьшими числовыми значениями, но их можно определить как наилучшую выгоду или наибольшую эффективность, продуктивность рассматриваемого объекта или образовательного процесса и явления именно в каких-то сложившихся конкретных обстоятельствах, месте, времени или в конкретных условиях. А на практике же принятие педагогического решения реализуется в условиях частичной неопределенности. Это когда проявляется неполнота информации по соответствующим педагогическим проблемам, проявляется непротиворечивость имеющейся информации, ну а иногда и в условиях даже полного отсутствия некоторых данных об объектах, подвергаемых этому статистическому анализу. Ведь обучаемые практически по-разному воспринимают окружающий мир и иногда бывает совсем неадекватно воссоздают реакции в процессе обучения, например, какие-то конкретные учебно-воспитательные действия, находясь под влиянием личностных выгод или каких-то ошибочных установок, стереотипов разного рода зависимостей. В условиях постоянно меняющейся педагогической информации большое количество обрабатываемых данных, фактов и причин выходит на передний план. Иногда это происходит вследствие буквально информационного хаоса, и очень сложно бывает принимать правильные решения. Поэтому задача правильного выбора альтернатив в условиях острой неопределенности, как правило, должна сводиться к сужению их исходного множества с учетом их значимости. Ну и тогда лицо, принимающее решение, будет получать наивысшую ожидаемую ценность от своего выбора. В классическом виде ожидаемая ценность принятия педагогического решения заключается, как правило, в том, что существует выбор нескольких вариантов действий, когда каждый из этих вариантов может дать несколько возможных результатов с различными вероятностями появления этих результатов. Рациональная процедура принятия оптимального решения тогда будет сводиться к определению всех возможных результатов. После этого будет осуществлена установка ценности этих результатов, как положительных, так и отрицательных сторон каждого из возможного выбора. Ну и оцениваться будут вероятности статистическими методами, а после этого будет перемножение соответствующих ценностей и вероятностей осуществляться с последующим сложением, то есть такая средневзвешенная сумма будет вычисляться с той целью, чтобы получить в итоге какую-то предполагаемую оптимальную ценность. Альтернатива, которую при этом будет можно выбрать, она должна будет давать наибольшую предполагаемую ценность. И именно в педагогических процессах и явлениях, связанных с недосказанностью, с какими-то нечёткими и расплывчатыми выражениями обрабатываемого материала, с различными неопределённостями, условиями и причин, которые влияют на результат, а также с трудностью их многофакторного статистического анализа, бывает необходимым просто задействовать такие методы анализа иерархии, которые давали бы наилучшие результаты в принятии окончательного решения. Ну, с статистически значимой, да, долей такой, с оценкой статистически значимой точности, достаточно близкой там к 100%. Какими же методами это можно достичь? В работах современных российских учёных уже рассматривались вопросы теории принятия решений. Например, поиску методов принятия решений в условиях неопределённости уделяли внимание наши как отечественники, так и зарубежные учёные, а именно решению проблемы парадокса, альтернатив выбора, посвятили свои научные труды Шину Айнгара и Марк Леппер. Исследование этих учёных идёт по пути выявления некоторых особенностей, базирующихся на изменениях уровня полезности состояний, а не на ценности самих состояний. И поэтому оценка соответствующих субъективных выводов в принятии решений постепенно смещается в сторону так называемой точки отсчёта с вводом вспомогательных функций потерь и функций риска. Направления же, связанные с изучением статистическими методами функции полезности, мало присущи бывают к принятию педагогических решений. Сама же проблема выбора альтернатив в дидактических процессах и системах бывает недостаточно исследованной как в теоретическом, так и в практическом аспектах. Без внимания исследователей иногда остаются такие важные вопросы, как учёт иерархий, использование эффективных математических и статистических методов многоплановых сравнений в принятии педагогических решений. И учитывая же практическую значимость в использовании обоснованных методик, в принятии педрешений отсутствуют теоретические обоснования и практические внедрения новых конструктивных систем статистического анализа и иерархии. И с этим как раз актуальна оказывается тема принятия педагогических решений на основе статистического анализа и иерархии Томаса Сатти. Эта тема оказывается очень актуальна не только для специализирующихся на исследовании теоретностей каких-то научных сотрудников, которые занимаются проблемами управленческих решений в сфере образования для аспирантов, для педагогических специальностей, исследующих дидактические процессы и явления с научной точки зрения, ну и для рядовых, буквально педагогов-исследователей, новаторов и учителей, которые постоянно в своей деятельности сталкиваются с проблемами принятия оптимальных педагогических решений с методической точки зрения. Поэтому содержательное раскрытие этой проблемы станет практически мощным таким теоретико-значимым подспорьем в профессиональной деятельности учителей. Можно будет наглядно показать, как именно используется метод анализа статистического различных иерархий Томаса для принятия педагогических решений. Для этого следующие задачи сформулируются, возникают в ходе развития этой тематики. Во-первых, нужно провести теоретическое обоснование использования метода сайте для объективного принятия педагогических решений в условиях иерархической системы альтернатив. Во-вторых, нужно как-то показать на конкретном примере реализацию этого метода при анализе проблем педагогической направленности. Существует, в принципе, два направления в принятии рациональных решений, два таких путеводных, две путеводных звезды. Во-первых, это принцип последовательности. Во-вторых, это принцип максимизации. Первое направление, базирующееся на принципе последовательности, предполагает, что необходимо как-то упорядочить совокупность имеющихся альтернатив с точки зрения предпочтений того, кто принимает решение. Второе же направление, базирующееся на принципе максимизации, связано как раз с максимизацией и рассматривает случай, когда основным условием рационального решения будет являться выбор с учетом максимизирующей величины целевой функции. Опять же, для того, кто принимает это решение. Опять же, как известно, все относительно, да, там, что хорошо для одного, может оказаться плохо для другого, но вот именно кто принимает решение, да, эту целевую функцию оптимально со своей точки зрения формирует. На современном этапе развития теории принятия решений вступает в силу и третий принцип, связанный с неопределенностью психологической составляющей принимающего решения. Дело в том, что у лица, принимающего ответственное окончательное решение, идет внутренняя борьба между самооценкой и самоконтролем, и иногда неадекватная самооценка может проявиться в противоборстве между двумя основными тенденциями. Это повышение уровня притязаний, то есть это лицо, как и все здравовыслящие люди, в принципе, желает иметь максимальный успех. И с другой стороны, снижение уровня притязаний. Это лицо как бы старается избежать неудачи, да, тем самым. Ну, с курса психологии, наверное, помните, формулу счастья, да, как раз частное отделение уровня возможности к уровню притязаний как раз и называется счастьем, такое ощущение, да, уровень этого, ощущение счастья. Психологический как раз фактор ответственности вступает в игру в этом случае, более точно возникает борьба с желанием наибольшей эффективности выгоды, да, при условии непредсказуемости результата выбора. Особенно тогда это проявляется, когда на кону стоят очень большие ставки, да, ну, в бизнесе, если при образовательном, там, это вероятность больших каких-то денежных потерь. В педагогике это, в первую очередь, огромная ответственность за обучаемых, связанная с ними, там, может, смертельная опасность, да, какая-то сопряжается. Ну, и как указывал Козелецкий, существуют две базовых научных теории принятия решений. Первая – это теория принятия рациональных решений, а вторая – это психологическая теория принятия решений. Дело в том, что способность принимать решения зависит от индивидуальных психологических особенностей человека и, в первую очередь, от его способа мышления. При этом педагоги развивают конвергентное и дивергентное мышление. Мышление конвергентного типа на что направлено? Оно направлено на поиск единого лучшего решения проблемы или на поиск единственного правильного решения, какого-то единственно правильного поиска ответа на стоящий перед решающим вопрос. И такое конвергентное мышление, как правило, стремится исключить неопределенность, так как пытается сфокусировать внимание на главных базовых альтернативах, ведущих к получению эффективного решения. А мышление дивергентного типа, произошедший термин от латинского в дословном переводе, означающий расходящегося, такого расходящегося типа, это мышление нацелено на поиск ответов задачи через отыскание как можно большего количества альтернатив, как можно большего числа вариантов его решения. Это мышление дивергентного типа проявляется в способности к гибкому поиску различных альтернатив и к получению достаточно большого множества решений, обладающих вероятностным характером в первую очередь, что собственно и необходимо в исследовательской деятельности средствами мат. статистики, но, к сожалению, бывает рискованным в педагогической практике. Психологическая же составляющая выбора альтернатив определяется индивидуальными особенностями принимающего решения, и при этом особенно важным моментом остается личностный окрашенный опыт и какое-то индивидуальное, актуальное мотивационное состояние принимающего решения. Если рассматривать принятие педагогических решений конкретно, то необходимо бывает учитывать не только чисто образовательные или воспитательные преимущества и выгоды, но и психологические особенности лица, утверждающего такие решения. Также его нравственное отношение к ситуации выбора, его этическую оценку выбранных альтернатив, их соответствие общечеловеческим ценностям, различным моральным нормам, традициям или национальным интересам. А лицо же, принимающее педагогическое решение, в первую очередь, должно учитывать взаимосвязь учебного поведения обучаемого с его личностными потребностями, с духовными ценностями, какими-то религиозными, возможно, установками, с уровнем культуры и в целом уровнем воспитанности обучаемого. Ко всему сказанного еще добавляется учет альтернатив, так называемых факторов, чтобы средствами многофакторного статистического анализа осуществлять поиск решения, то нужно эти альтернативы учебно-воспитательной деятельности учитывать, которые могут быть связаны с различными взаимоотношениями между самими обучаемыми, то есть внутри коллектива, внутри класса. Ну а также с различными взаимоотношениями между обучаемыми и обучающими, там, педагогами или учителями. Ну и при этом обязательно необходимо учитывать влияние взаимное одной стороны на другую. Рассматривая такое многообразие великое факторов, которые необходимо учитывать для принятия правильного решения, мы сможем акцентировать внимание на принятие решения с точки зрения предпочтений лица, принимающего его. С позиции же обработки результатов различных альтернатив математическими методами к наиболее доказательному способу их учета, вот этих факторов, да, и сглаживания различных флуктуарций, как раз и относят методику ЦАТИ. Какой же инструментарий предлагает эта методика? И какие именно процедуры, да, математические модели, какие используются в процессе применения этого подхода? Способ сам разрабатывался американским математиком Томасом ЦАТИ. Этот способ называют методом статистического анализа иерархии. Этот способ выбора оптимальных альтернатив является наиболее обоснованным средством решения многокритериальных задач в достаточно сложной обстановке с иерархическими структурами, включающими в себя как осязаемые, так и неосязаемые факторы. По сравнению с подходами, основанными на линейной логике, этот метод как раз более приоритетный, потому что, применяя дедуктивную логику, исследователи обычно проходят трудный путь построения тщательных, осмысленных логических цепочек в виде умозаключений, не только лишь для того, чтобы в итоге, полагаясь на сплошную интуицию, объединить различные следствия в одно общее решение воедино. При этом данный подход, основанный на логических шагах, не всегда приводит к оптимальному, наилучшему решению, так как может в ходе решения потеряться возможность принятия компромиссов между разными факторами, лежащими в разных этапах этих цепочек логического мышления. Как указывал сам Саотти, его подход лишён этих недостатков, а сам же метод статистического анализа иерархии является замкнутой логической конструкцией, обеспечивающей с помощью простых правил достаточно строгий анализ, алгоритмический разрешимый анализ сложных проблем со всеми их разнообразиями, приводящей к наилучшему ответу. К тому же, применяя этот метод, можно включить в иерархию все имеющиеся у педагога-исследователя по рассматриваемой проблеме знания и соображения. Это, собственно, может являть собой некоторый сбалансированный путь решения трудной педагогической проблемы. Суть этого подхода в том, чтобы оставить математику достаточно простой, элементарной и позволить богатству структуры модели, характеризуемой этими математическими средствами, нести время сложности. Проиллюстрируем типичные педагогические задачи, которые можно решить, используя названный метод статистического анализа и иерархии, конкретными примерами из педагогической практики. Допустим, на выборе из набора альтернатив, например, выбор системы обучения, выбор педагогической технологии или метода обучения и тому подобное. Или, например, реализация свободы выбора обучающегося, основанная на различных положениях индивидуально ориентированной системы обучения. А именно, выбор дисциплин, спецкурсов обучающимся самостоятельно, отбор учебных модулей, как из кубиков лего, из фрагментов, собирающих свой индивидуальный образовательный маршрут, отбор содержательных единиц учебных модулей, выбор различных вариантов последовательности изучения учебных модулей, выбор методов обучения, использование различных образовательных технологий, выбор форм проведения занятий, выбор способа проведения занятий, выбор различных систем обучения или выбор темпа проведения занятий, альтернатива в определении времени проведения занятия, альтернатива в выборе времени проведения консультации, альтернативы в выборе преподавателя по дисциплине или выбора тьютера по дисциплине, по какому-то курсу. Также можно будет применять этот подход в обобщенном анализе и распределении образовательных и информационных ресурсов по схеме, например, заключающейся в выборе оптимального соотношения эффективности занятия и минимизации затраты на его подготовку. Или, например, поиск оптимального соотношения качества знаний обучаемых и минимизации времени на их освоение, повышение продуктивности педагогической технологии и минимизация стоимости на ее реализации и так далее. Кроме того, еще конкретный пример применения этой методики или этой сферы применения статистического анализа может проявляться при планировании и поиске разного рода компромиссов в образовательном и воспитательном процессах. Или, например, в оценке качества разного рода образовательных объектов, например, при аттестации педагогических работников или в процессе координации образовательных услуг учебного заведения. Также при исследовании востребованности той или иной специальности среднего учебного заведения или общего учебного заведения на рынке образовательных услуг. При определении оптимальной стоимости за обучение на контрактной основе путем сопоставления цен на аналоги, сходные с оцениваемым объектом. Например, современная педагогическая практика предлагает более 50 различных дидактических технологий. Шутка ли, да? Только задумайтесь. Более 50 дидактических технологий существуют. И каждая из них отражает нынешние тенденции, направленные на общее развитие системы образований. Наличие же столь большого количества альтернативной информации ставит перед исследователями, преподавателями, учителями вопрос как раз о надежном и обоснованном выборе тех способов деятельности, которые окажутся адекватны сложившимся педагогическим условиям. И в этом направлении именно статистический анализ данных выходит на передний план. Образовательные практики часто приходится принимать решения, обобщая данные многих групп педагогов-исследователей в соответствии с каким-то ранее выбранным критерием. Это могут быть попарные сопоставления мнений по отношению к некоторой характеристике, например, к дидактическому объекту. Или, может быть, сравнение взглядов лиц на предмет, их отношение к разным поступкам обучаемых. Ну, как правило, обратные величины этих оценок целесообразно рассматривать. Ну, и некоторым образом они обеспечивают некоторый ключ к объединению групповых суждений, опрашиваемых экспертов, авторитетных в конкретной области людей. Например, если группа педагогических экспертов должна согласиться с сомнением, что одна из рассматриваемых технологий обучения более эффективна по отношению к другой, аналогичной образовательной технологии, ну, например, в три раза, да, то тогда эта вторая технология должна быть в одну треть раз быть более продуктивной, чем первая. Метод же анализа иерархии позволяет рассматривать решение проблемы педагогических конфликтов в группе обучаемых, изучающих разные интересы и ценности. Например, в конфликте между двумя подгруппами обучаемых, в каждой из них следует использовать четыре иерархии для оценки как реально выполнения поставленной педагогом задачи, так и мнимой, то есть эмоционально воспринимаемой участниками реакции на эту задачу. Ну, из такой эмоционально, с эмоциональной стороны, да, мы некоторую ценностную стоимость этой задачи для обеих сторон сможем описать. А педагогу уже посреднику следует использовать эти иерархии, ну и плюс построить еще четыре собственных иерархии для того, чтобы найти компромисс, сближающие интересы сторон этих подгрупп обучаемых. В каждом случае выполнение поставленной педагогом задачи и ее ценностная стоимость будет рассматриваться совместно и одновременно будет учитываться соотношение между каждой подгруппой достигнутых положительных сдвигов и негативных недоработок или провалов в точках их соперекосновения интересов. Понятно, что все это в совокупности влияет на принятие окончательного решения для оценки общих относительных преимуществ альтернатив конфликтной ситуации в школьном коллективе. И тогда необходимо оказывается нахождение собственного вектора для упорядочения приоритетов принятия решений. Сам Томас Сати так описывал главную теоретическую особенность своего метода. Теория отражает то, что представляется естественным ходом человеческого мышления. Сталкиваясь со множеством контролируемых или неконтролируемых элементов, отражающих сложную ситуацию, наш разум объединяет их в некоторые группы, в кластеры, в соответствии с распределением некоторых свойств между элементами. Ну и математическая статистическая модель как раз позволяет повторить данный процесс таким образом, чтобы группы или скорее определяющие их общие свойства рассматривались в качестве элементов следующего уровня системы, более высокого уровня абстракции. Эти элементы, в свою очередь, могут быть сгруппированы в соответствии с другим набором свойств, создавая элементы еще одного, более высокого уровня абстракции, ну и так далее, до тех пор, пока не будет достигнут единственный элемент вершины этой иерархии, которую зачастую можно отождествить с целью процесса принятия решений. В общем виде метод статистического анализа иерархии, этот предложенный Саати, заключается в следующем. Сначала с помощью экспертов находят числа сопоставления, отражающие при сравнении достигнутое согласие в различных мнениях между собой, а затем их записывают в матрицу, в таблицу. При этом находят собственный вектор с наибольшим значением. Этот собственный вектор и обеспечивает упорядочение приоритетов. Его конкретное собственное значение будет являть собой меру согласованности суждений. Для этого сначала определяют шкалу приоритетов. Предположим, что заданы два условия для сравнения. Обозначим их номерами 1 и 2. Тогда, если первый и второй элемент одинаково важны между собой, то в ячейку на пересечении этой первой и второй позиции заносится единица. Если же первый элемент незначительно важнее, чем второй, то заносится тройка. Когда первый элемент значительно важнее второго, то заносится пятерка. Когда первый элемент просто важнее второго, то заносится возьмерка. И, наконец, когда первый элемент гораздо более важнее второго, то заносят двенадцать. Такую ранжированную иерархию важности между двух элементов этот набор чисел представляет. Можно было, конечно, придумать и иную шкалу приоритетов элементов. Всё зависит от так называемых весов важности. То есть зависит от сравнительных различий в весе значимости одного элемента по сравнению с другим. При сравнении одного и того же элемента с самим собой можно установить равную значимость. И поэтому в ячейку таблицы на пересечении элементов одного и того же номера строки и столбца всегда заносится единица. Поэтому главная диагональ такой таблицы, да, сводной, всегда состоит из последовательности единиц. То есть ячейки верхней от единичной диагонали части таблицы заполняются в соответствии с выше приведённым правилом. А ячейки же размещенные симметрично этой диагонали, представленные в нижней части таблицы, будут содержать соответственные обратные величины к исходным элементам сравнения. В нашем случае, допустим, там единица, одна третья, одна пятая, одна восьмая или одна двенадцатая. Ну, разберём конкретный пример. Предположим, что Т1, Т2, Т3 и Т4 обозначают условные названия некоторых образовательных технологий, которые могут быть применены для эффективного обучения школьников, ну, той же математики, да. Оценку производит сначала эксперт, в роли которого выступает один из ведущих опытных преподавателей или учителей, в своей профессиональной деятельности, которой долгие годы используют все четыре педагические технологии. У него, например, спрашивают, насколько педагическая технология Т2 более продуктивна по сравнению с технологией Т3. Ну, и он отвечает по вышерассмотренной шкале через весовые числа, сравнивая эффективность рассматриваемых технологий. Результаты заносят в соответствующую клетку таблицы. Вот, ну, на пересечении, допустим, строки Т2 и столбца Т3. После объявления всех оценок эксперта, можно будет занести обратные величины в ячейке всей таблицы под главной диагонали, ну, и получив тем самым матрицу попарных сравнений для четырёх строк и четырёх столбцов. Ну, допустим, в первой строке там будет 1, 5, 8, 12, во второй 1, 5, 1, 3, 8, в третьей строке 1, 8, 1, 3, 1, 3, и в четвёртой строке 1, 12, 1, 8, 1, 3, 1. По названной матрице можно будет легко вычислить вектор приоритетов статистического выбора оптимального образовательных технологий. В математических терминах это будет заключаться в вычислении главного собственного вектора, который после нормализации как раз станет тем самым вектором приоритетов, то есть вектором, в компоненты которого фактически весовые коэффициенты будут располагаться, соответствующие вероятностям выбора той или иной образовательной технологии. Для получения аналитической оценки этого вектора используются следующие четыре способа. Перечислю их в порядке увеличения точности статистических этих оценок вероятностных. Первый способ заключающий заключается в суммировании элементов каждой строки и последующей нормализации значений путём деления каждой суммы на сумму всех элементов. Сумма полученных результатов будет тогда равна единице, первый элемент результирующего вектора будет приоритетом первого объекта, второй элемент будет приоритетом второго объекта, как второй образовательной технологии, вероятность её применения будет содержать и так далее. Второй способ предлагает просуммировать элементы каждого столбца и получить обратные величины этих сумм. Потом нормализовать их так, чтобы эта сумма равнялась единице, путём деления каждой обратной величины на сумму всех обратных величин. Третий способ предлагает разделить элементы каждого столбца на сумму элементов этого столбца, то есть нормализовать столбец предстоим, да, затем сложить элементы каждой полученной строки и разделить эту сумму на общее количество элементов строки. Этот процесс будет усреднять назначение по нормированным столбцам. И, наконец, четвёртый способ, наиболее точный, заключается в умножении n элементов каждой строки и извлечение корней n степени. То есть все элементы перемножили, корней n степени извлекли и такое среднее геометрическое нашли. После этого нормализовали полученные числа и вектор значений, вектору приоритетов, соответствующий значению вероятности выбора в той или иной образовательной технологии получили на выходе. Если использовать первый способ, то для начала просуммируются строки выше названной матрицы, получится столбец сумм, состоящий из элементов 26, 12, 12, это 2 десятых, потом 4,458, и 1,542 тысячных. Потом сглаживаем эти элементы столбца и получаем компонент этого итогового вектора, в нашем случае равный 44,2. Делим каждую компоненту вектора на это число, получаем записанной в виде строки вектор-столбец относительных приоритетов образовательных технологий. То есть получается 0,588 тысячных, 0,276 тысячных, 0,101 тысячные и 0,35 тысячных. То есть, соответственно, для Т1, Т2, для Т3 и Т4 вероятности выбора и приоритетов этих технологий оказались подсчитаны. Второй способ даст сначала сумму столбцов этой матрицы в виде вектора строки, содержащий элемент 1,408 тысячных, 6,458 тысячных, 12,333 тысячных и 24 целых. Каждый элемент этого вектора строки превращаем в обратную величину, получаем 0,710 тысячных, 0,155 тысячных, 0,82 тысячных и 0,42 тысячных. И после нормализации, то есть когда разделим на сумму, чтобы в сумме единицы получалось, мы приходим к вектору значений 0,718 тысячных, 0,157 тысячных, 0,82 тысячных и 0,42 тысячных. Заметьте, сами значения иные, но ранжирование, по крайней мере, между этими образовательными технологиями оказывается тем же самым. То есть, что по первому способу Т-1 технология оказалась с большим весом, что по второму способу Т-1 технология оказалась с большим весом. Используя третий способ, нужно нормализовать сначала каждый столбец, для этого складываются компоненты этих столбцов и делятся каждая из них на общую сумму. Получается матрица весовых коэффициентов. Просуммируя строки этой матрицы, получается вектор столбец, который после деления на размерность столбцов, в данном случае на 4, позволит получить вектор столбец приоритетов, равный следующему вектору, по компонентам. Первая компонента 0,658 тысячных, вторая компонента 0,218 тысячных, третья компонента 0,87 тысячных, и четвертая 0,37 тысячных. То есть, в принципе, опять на первую образовательную технологию Т-1 больше вес пришелся. И, наконец, используя четвертый способ, достаточно перемножить все элементы каждой строки и извлечь корень четвертой степени, среднюю геометрическую, получается. Находим и получаем новый вектор-столбец приоритетов, содержащий компоненты 0,650, 0,206, 0,830 и 0,34, соответственно. Самое точное решение этой задачи можно получить путем возведения матрицы в произвольно большие степени и путем деления суммы каждой строки на общую сумму элементов матрицы. Сравнивая же все четыре результата, мы можем заметить, что точность все повышается и повышается. Вот первого способа к последнему. Однако одновременно усложняются и вычисления. Если же матрица согласована, то во всех четырех случаях вектора приоритетов будут фактически одинаковыми. А в случае несогласованности наилучшее приближение можно будет получить только с помощью последнего способа. Запомните, да, просто среднее геометрическое считаем. И тем самым весовые коэффициенты вот в этой вероятностной оценке оптимального способа выбора той или иной технологии получаются. Для оценки же уровня согласованности, отражающей пропорциональность предпочтений различных экспертов, вводят специальную величину лямбда максимальной, которую называют максимальным или главным собственным значением. Ну, из курса линейной алгебры, думаю, известно, да, вся эта машинерия, да, что это такое. Ну и чем ближе эта величина лямбда максимальной оказывается к количеству объектов или видов действия в матрице N, тем согласованным не оказывается и итоговый результат. Отклонение же от согласованности может быть выражено величиной, равной частному отделению лямбда максимальной минус N, делённой на N-1. Эту величину назовём индексом согласованности. её также используют, да, для оценки согласованности этих экспертов. Ну, тут опять же спорный вопрос, да, достаточно, что лучше, чтобы как можно более согласованные, да, были экспертные группы или, наоборот, разрозненные мнения в этой экспертной группе участвовали. Ну, по крайней мере, математическая модель, да, даёт конкретное числовое значение, а уже там субъективное, хорошо ли это или плохо, оценки полученного значения, уровня согласованности, уже каждый из принимающих решения будет делать. Также вводят ещё одну вспомогательную величину, называемую отношением согласованности, которое определяет приемлемость или отклонение получаемого результата. Если значение отношения согласованности меньше или равно 10 сотым, то результат считается приемлемым. Если же его определяют через так называемый случайный индекс, который рассчитывается через случайно генерируемую выборку в матрицах до практически там 500 элементов, ну, чтобы как-то определить, да, не является ли вовсе хаотическим эти экспертные рекомендации, да, не являются ли они просто балды случайными значениями взятыми. Так, для матриц, в принципе, не более чем 15 на 15 средних значений, если вы будете выбирать, то случайный индекс будет следующую величину иметь. Для матрицы 1 на 1 индекс равен нулю, да, для матрицы 2 на 2 тоже нулевое значение этого индекса, для матриц 3 на 3 там 0,58 сотых, для 4 на 4 будет 90 сотых, для 5 на 5 там 1 целое 12 сотых, ну и так далее, постепенно увеличивая, чем больше размерность матриц, тем больше этого случайного индекса коэффициент оказывается. ну, в нашем примере, когда 4, да, были значения, 4 образовательные технологии анализировались, приближенные вычисления этого индекса согласованности для нахождения главного собственного значения, лямбда максимального, можно будет взять исходную матрицу и столбец, рассчитанный третьим способом умножить эту матрицу на найденный вектор столбец, вектор приоритетов, там, 0,658, напомню, было, да, 215, 87, и 37, и это можно хоть в том же Excel, далее, вкалки выполнить, и получится новый вектор-столбец, 2,885, 904, 352, и 147, компоненты которого равняются. После этого разделяются элементы этого вектора на соответствующие компоненты исходного третьего вектора, получается 4,382, 4,141, 4,85, и 4,151, результат усредняется, получается 4,151, ну и находится по вышеописанной формуле индекс согласованности, это 4,151, минус 4, как количество всего строк-столбцов в этой матрице, и деленное на 4-1, то есть деленное на 3. Если все это разделим, получаем 0,05. Для определения того, насколько же хорош этот результат, разделим его на соответствующее значение того самого случайного индекса. для n равного 4, я, как говорил, это случайный индекс равен 0,9-0,0,0. Отношение же согласованности, если 0,05 разделить на 0,090, даст значение 0,56, что меньше величины, чем 0,1, а следовательно, полученный третьим способом результат оказывается достаточно приемлемым с статистической точки зрения, то есть с достаточно высоким уровнем значимости, оценка этих значений будет приниматься, и его следует оставлять уже. Просмотрим теперь реализацию Меодосаатти в выборе наиболее продуктивной образовательной технологии. Разберем, опять же, конкретный пример применения Меодосаатти в принятии педагогических решений, и для этого решим задачу на выбор наилучшей технологии обучения, ну, статистическими методами, да. Проводится анализ четырех образовательных технологий на предметах эффективности для сравнения их продуктивности выбираются пять главных характеристик любых технологий, да, образовательных в том числе. Во-первых, это степень достижения конечного результата, которая частично определяется через уровень неопределенности результата обучения, ну, и для краткости можно его обозначить как конечный результат. В принципе, модные тенденции, да, сейчас работать на результат, на какие-то показатели, и прочие, как бы, важен процесс, да, финальный результат. Вторая характеристика сопряжена с уровнем организации обучаемых, который в первую очередь бывает связан с наличием и с качеством обратной связи между теми, кто обучает, и тем, кто обучается. Ну, условно назовем, организация обучаемых. Третьей характеристикой посчитаем уровень взаимодействия обучаемых с учителем или преподавателем, который выражается через степень привлечения учащихся к занятиям познавательной деятельности и через поддержку этого интереса. То есть, такой уровень взаимодействия с учителем будет нацифровывать данная характеристика. Эта характеристика чаще всего проявляется в виде фронтальной или в индивидуальных формах обучения. Четвертая, наконец, числая характеристика будет задавать уровень взаимодействия учащихся со средствами обучения. И выражаться этот уровень будет через качество взаимодействия. Вот. Эта характеристика, как правило, показывает степень усвоения материала учащимися при взаимодействии его не с учителем, а со средством обучения. То есть, опосредованно через тот же компьютер, через интернет, через смартфон, обучаясь, школьники тоже могут такое обосредованное обучение осуществлять. И, наконец, пятый это уровень диагностики. Он будет выражаться через качество выявления не только начального состояния обучения, но и причин непонимания или отставания в ходе обучения, обучаемости. Ну, условно, его уровнем диагностики и называем. Напомним, что образовательная технология в целом это целая система, целая система способов, приемов и шагов, последовательности выполнения которых обеспечивает условия и задачу обучения. Сама же деятельность представляется процедурным, то есть, как некоторая определенная система действий, обеспечивающая гарантированный результат. Иерархическая система будет состоять из двух уровней, элементы которых группируются, на первый взгляд, в два не связанных между собой множества. При этом детальное исследование покажет, что компоненты каждого множества все же находятся под влиянием друг друга и в свою очередь оказывают влияние на элементы другого уровня. Причем сами же они в каждой группе иерархии являются собой независимые величины и значения. Нужно будет некоторый выбор сделать между этими весами пятью характеристик числовых влияющих на четыре предпочитаемых технологии. Свообразная иерархия системы для принятия решения в выборе варианта образовательных технологий тем самым сконструируется. Возникает естественная задача заключающаяся в том, чтобы сначала провести статистический анализ без учета обратной связи, а затем с ее учетом, ну и после этого осуществить уже вероятностное сравнение результатов. Построенная модель педагогической реальности на основе модели иерархии Саатти как раз и позволяет учитывать возможные обратные корреляции, которые при обычном принятие решений чаще всего игнорируются. Задача эта довольно непростая и без применения математических статистических средств вычислений она практически нереализуема. Считается, что такая иерархическая система с учетом обратных связей между элементами дает возможность воспроизводить первичную реальность существования системы или, как говорят, формы ее координации и организации с учетом обратного наиболее рациональным способом. Несмотря на то, что мы, казалось бы, имеем лишь два уровня иерархии, на первом уровне, напомню, сначала характеристические свойства образовательной технологии фиксируются, а на втором уровне эти технологии представляются, и финальные вершины как раз этой иерархии выбор осуществляется между образовательными технологиями. И несмотря на то, что, казалось бы, модель иерархическая простая, всего два уровня иерархии есть, все равно соотношение его наивысшего уровня, исходя из взаимодействия с более низким уровнем, дает более точную оценку, чем если бы мы просто учитывали непосредственную зависимость столько элементов на этих уровнях. Специалисты, которые глубоко исследуют взаимодействие компонентов иерархических систем, говорят, что лица, которые используют такие методы, по существу, уходят от непосредственного сопоставления большого и малого. И при этом они указывают, что системы большого и малого бывают достаточно простой иерархии линейной, то есть входящий, восходящий от одного уровня элемента к соседнему уровню, вдоль прямой, и бывают нелинейные системы иерархии, когда верхний уровень может быть как в доминирующем положении по отношению к нижнему уровню, так и в подчиненном состоянии. Наша же иерархическая система как раз относится к композиции второго класса, поскольку выбор у нас влияние как раз на эти технологии оказывает и та или иная технология как раз предпочитаемый выбор формирует. Обратную связь в кольце управляющей системы замыкаем. Если же мы пять главных характеристик зафиксируем, то мы по сути будем выделять критерии в выборе наилучшего варианта образовательной технологии. Для каждой такой технологии цифрами с разными индексами можно будет показать связи с этими характеристиками разными способами. Насчитывается порядка 20 связей. Это 20 умноженное на 4 разной комбинации, если подсчитать 20 взаимосвязей обнаружится. Сначала эксперты оценивают показатели сравнения самих характеристик образовательной технологии друг с другом, а затем сравниваются уже сами технологии относительно этих базовых пяти характеристик. Ну и сравнение характеристик образовательных технологий относительно ее общей продуктивности можно свести опять же в некоторую таблицу 5 на 5 на пересечении которых как раз весовые коэффициенты ранжируют этих пяти характеристик образовательных технологий по их продуктивности проаранжировав. Можно рассчитать вектор приоритетов для этой матрицы используя третий вышеописанный способ проранжировав тем самым ее элементы. То есть какая из характеристик образовательной технологии будет больший вес больше вклад вносить в выбор той или иной образовательной технологии. То есть для этого мы суммируем столбцы составленной таблицы затем отыскивается каждый компонент новой матрицы методом деления исходного элемента на сумму соответствующего столбца. В результате новая матрица 5 на 5 получается. Складывая построчные ее элементы отыскивается общая сумма каждой строки и снова суммируется компонент полученного вектора столбца этих контрольных сумм. Затем каждый компонент этого вектора столбца делится на их общую сумму нормируется тем самым с той целью, чтобы в сумме единиц получалось. И получается окончательный вектор столбец, содержащий числа 570 тысячных, 44 тысячных, 158 тысячных, 187 тысячных и 41 тысячные. Затем исходные данные этой таблицы в весовых коэффициентах умножаются на полученный вектор столбец. Можно в Excel это автоматически осуществить и строится новый вектор столбец, но уже с учетом нормировки коэффициентов. Столбец содержит элементы 4,638 тысячных, 225 тысячных, 1,125 тысячных, 1,25 тысячных и 268 тысячных. Такие весовые коэффициенты, коэффициенты нормировки, учитывая веса исходных значений видоизменились. Потом снова находят каждый элемент этой матрицы, разделяя на исходный вектор столбец покомпонентно и его среднее значение отыскивают. Среднее значение оказалось 6,473 равно. Итак, вектор приоритетов исходной таблицы оказался равным 570 тысячных, 44 тысячных, 158 тысячных, 187 тысячных и 44 тысячных. Соответствующее же ему значение лямбда максимального оказалось равным 6,473 тысячным. Это достаточно далеко от значения в случае согласованного в случае согласованной матрицы предельные значения равной 5 ожидается. Ну, а здесь мы лямбда равная 6,473 получили. Вот. Ну, и если, опять же, тот коэффициент, да, найти коэффициент согласованности, то он будет больше, чем 10 сотых. Ну, и следовательно, для сравнения образовательных технологий в рамках каждой из пяти характеристик можно будет следующими таблицами пользоваться, да, где уже конечные результаты организации обучающихся и взаимодействия с преподавателем и взаимодействия со средствами обучения и диагностика будут свои коррективы вносить в весовые коэффициенты приоритетов разных образовательных технологий, но это приведет к пяти матрицам размерности 4х4. Вот. Для сравнения четырех образовательных технологий по характеристике конечного результата будут тем же третьим способом отыскиваться значения вектора столбца приоритетов главного собственного значения индекс согласованности и величина отношения согласованности вот. Она тоже окажется равным больше чем 10 сотых к сожалению. Потом для сравнения четырех образовательных технологий по характеристике организации обучаемых вектор столбец приоритетов может быть подсчитаны те коэффициенты вычислены и так по каждой из пяти характеристик выполняться действия будут значения векторов приоритетов в сводной таблице построчно будут выписываться. Ну оглашу результат сопоставления характеристик четырех образовательных технологий по пяти числовым характеристикам будут исчерпываться двадцатью числовыми значениями в таблице пять столбцов на четыре строки эти весовые коэффициенты разных векторов будут выписаны. А общая же оценка каждой из образовательных технологий тогда рассчитается по формуле через средневзвешенную сумму ранее найденных значений. То есть есть у нас весовые коэффициенты для разных технологий подсчитанные в этой матрице четыре на пять и есть весовые коэффициенты для каждой числовой характеристики. То есть ее весовой коэффициент как доля участия в характеризации той или иной технологии представляющей собой. Вычислив теперь же сумму произведения этих значений по естественным формулам как сумма произведений соответствующих величин можно будет найти общую оценку образовательных технологий. Каждая из технологий с первой по четвертой. По-другому можно было бы получить общее ранжирование характеристик образовательных технологий если умножить матрицу этих весовых коэффициентов справа на транспонированный вектор строку весов каждой из пяти характеристик. Это фактически то же самое что взвесить каждый из полученных выше пяти собственных векторов приоритетом соответствующей характеристики а затем сложить их что допустимо при независимости характеристик. И в результате получен для Т1 500 тысячных для Т2 203 тысячных для Т3 132 тысячных и для Т4 163 тысячных Здесь приоритеты образовательных технологий Т3 и Т4 оказались поменявшимися местами можно убедиться в этом если посмотреть на вектор столбец приоритетов из третьего способа. там было Т3 значение равное 87 тысячным а Т4 37 тысячным то есть Т3 имела больший приоритет технологии над Т4 но если учли в ходе анализа вот это промежуточное звено иерархии учли дополнительно еще и числовые вспомогательные характеристики там 5 дополнительных характеристик то Т3 и Т4 технологии оказались поменявшимися местами ну и приоритет их изменился резюмируя сказанное оказалось что самая продуктивная это первая по прежнему технология за ней идет вторая затем четвертая и наконец из всех как наименее продуктивная оказалась третья технология как видим по отношению к первоначальному выбору альтернатив самой худшей по продуктивности оказалась третья образовательная технология применение математических подходов принятия педагогических решений на основе иерархии по методу Томаса Сатти дало объективный конечный результат и такие иерархии оказались устойчивы достаточно и гибкие устойчивость проявляется в том смысле что при малых изменениях вызывается и малый эффект на результирующем значении гибкость проявляется в том что добавление новых связей к хорошо структурированной иерархии не разрушает ее характеристик эти качественные особенности иерархии педагогической системы несут достаточно высокую стабильность при вычислительной обработке дидактических данных и реализуются через многоплановые сравнения используя такой метод при выборе альтернатив для педагогического решения исключается возможность пропустить или не учесть какие-то обратные или взаимные связи между исследуемыми компонентами и уровнями иерархии это минимизирует возможность принятия неправильного решения обработка данных педагогического исследования или эксперимента на основе анализа иерархии учитывает не только линейные взаимоотношения между уровнями иерархии но и сложные нелинейные корреляции и переходы которые на интуитивном уровне в принципе бывает невозможным учесть вот так ну на этом пожалуй мы завершим да на сегодняшний день вязанные с педагогическими приложениями различные разделы теории вероятности и математической статистики кратко буквально освежу в памяти вашей что мы на предшествующих семинарах выяснили ну во первых статистическими методами оказалось возможно отыскивать различные числовые закономерности ну среди прочего тоже вездесущее золотое сечение не исключением оказалось да различные арифметические геометрические прогрессии в различных приложениях педагогической сферы в теории вероятности и математической обнаруживаются но этим не заканчиваются эти приложения кроме того и теорию игр оказалось возможным адаптировать к сфере педагогики вообще к социогуманитарным дисциплинам как на рубеже теории вероятности и других смежных математических дисциплин выходящих за рамки нашего курса но тем не менее хотя бы такую основную идею как именно анализ средствами теории игр позволяет педагогические решения принимать хотелось бы тоже разобрать вот подробный анализ педагогических игр когда мы различные стратегии выбираемые теми или иными учителями анализируем с такой математической точки зрения с формальной теорией игр то подробный анализ этого педагогического опыта методами теории вероятности может привести нас к тому что в разных случаях при выборах разных стратегий педагогических каждый из игроков ну как игроками этой условной игры будут учителя преподаватели ученики обучающиеся студенты не являются ну и собственно выбор их некоторой стратегии направленной на изучение нового материала будет обусловливать оптимальность их оптимальность их поведения в плане минимизации времени затрачиваемого на изучение той или иной дисциплины ну и на правильное на повышение эффективности до этого образовательного процесса оказывается что в различных случаях каждый из игроков в принципе ожидает выигрывать больше ну и при этом выигрыш другого игрока как будто бы никак не меняется а ведь другой игрок тоже в принципе здравомыслящей личностью является может менять какие-то свои стратегии выбирая оптимальную для себя стратегию ну и поэтому такой формально чисто решение из теории игр как игр с природой больше да с таким с неразумным нечим некоторым объектом может привести к неоптимальному решению ну и цена игры найденная для оптимальных в случае смешанных стратегий в рамках игр с природой с таким неодушевленным объектом используемых в играх с нулевой суммой может не всегда приводить к наибольшему выигрышу это в основном происходит потому что оптимальная стратегия в играх с нулевой суммой как правило основана на ограничении или на уменьшении выигрыша соперника если же игра имеет нулевую сумму то уменьшение выигрыша одного игрока фактически равносильно увеличению выигрыша другого что в случае с более сложной ситуацией когда игра не с природой игра в системе человек-человек происходит это не всегда так поскольку оппонент или как противник в этой игре тоже может менять стратегии и выбирать именно оптимальную для себя линию поведения ну допустим что некоторый учитель да там а и учитель б играют вот условно в эту игру и могут выбирать различные стратегии реализуя допустим личностно ориентированную технологию обучения или профессионально ориентированную технологию обучения ну предположим что учитель а и б да участвуют в этой игре если учитель б не будет использовать смешанную стратегию будет всегда одну фиксированную вторую стратегию применять используя личностную технологию обучения в то время как он будет придерживаться смешанной стратегии и в этом случае учитель а будет в среднем получать допустим 30 умноженный на 2 пятых как вероятность выбора этой стратегии плюс 18 на 3 пятых как вероятность выбора другой стратегии причем 30 это успеваемость класса которая получится при выборе одной стратегии а 18 процентов это успеваемость своеобразная класса получаемая при выборе другой стратегии Вот такая сумма среднеизвешенная приведет к 22,8% как успеваемость класса в среднем при выборе некоторой смешанной стратегии между несколькими возможными. А учитель Б тогда по-прежнему будет фиксированный выигрыш от этой игры в смешанных стратегиях получать, ну допустим 19,2% успеваемости в классе достигая. Замечу, что выигрыш в этом условного игрока Б при этом не поменялся, а выигрыш игрока А возрос при выборе смешанной стратегии. В играх с нулевой суммы подобное было бы в принципе невозможно, поскольку увеличение выигрыша одного игрока автоматически приводит к уменьшению выигрыша другого. Очевидно оказывается, что учитель Б может действовать подобным образом и всегда использовать чистую стратегию, ну вторую допустим, да, из двух возможных. Ожидая, что его оппонент, учитель А, будет придерживаться смешанной стратегии, максимизирующей его выигрыш, ну исходя из предположения, что разумное поведение у оппонента проявляется. И в этом случае результат у учителя Б будет возрастать, у учителя А будет оставаться на прежнем уровне. Вот, таким образом возникает, естественно, вопрос, а что произойдет, если оба учителя будут использовать чистую стратегию, например, вторую? Тогда оба получат лишь по 18% результативности применения своей методики, ну предположим, да, а выигрыш совместный их, как обоих игроков в такой коалиции, совместный их выигрыш уменьшится одинаково. Ну и, казалось бы, в тупике мы поместились, зашли в тупик, ведь каждый учитель может выиграть по отдельности больше, не навредив с одной стороны сопернику по этой педагогической игре, но если оба учителя, да, оба этих игрока захотят получить больше, то суммарный выигрыш у них окажется меньше среднего ожидаемого значения. То есть получается такой, ну, объединенный, да, консилиум, да, составляющий, педагогический совет решающий, когда в таком объединенным разумом, объединенным коллективным разумом решение выбирается, оно большую выигрышу в этой стратегии смешанной будет доставлять. Ну, в принципе, как раз этот вариант и возможен оказывается. Если предположить, что оба учителя заключат некоторое соглашение или компромисс, чтобы не попадать одновременно в зону с наименьшим выигрышем, суммарным, ну, условно выигрышем, здесь как бы такая продуктивность их педагогической деятельности, да, оказывается, результативность, успеваемость классов, в которых они работают. Вот, если заключить некоторый компромисс, соглашение общее, ну, и использовать тогда совместную стратегию выработать оптимальную и использовать совместно каждую из возможных стратегий с некоторой долей вероятности. В этом случае каждая сторона этой игры, условно, получит больше, и при этом выигрыши учителей могут казаться равными. Например, если учитель А будет чередовать свою первую и вторую педагогическую стратегию с некоторыми вероятностями, учитель Б будет чередовать вторую и первую стратегию, тогда средний выигрыш для обеих сторон этой игры можно увеличить, и он будет равен уже 25% против 18%. Учитель А, если будет попеременно получать то 20%, то 30% эффективности своего труда от каждой из выбираемой образовательной технологии с разной вероятностью. Учитель Б, например, наоборот будет то 30%, то 20% чередовать. Ну и, как видим, такое компромиссное решение окажется оптимальным с точки зрения теории вероятности, да, и более того, он будет равновесным, поскольку симметричный результат окажется и к равным оптимальным значениям приведет подобное смешение стратегий. То есть, с разными долями вероятностей применять одну из нескольких педагогических технологий, предварительно придя к такому компромиссному соглашению общему. Ну и с точки зрения преподавателей соперников, когда бы исключено было подобное соотворчество, да, это решение было бы в принципе неприемлемым, но учитывая, что каждый учитель, да, каждый преподаватель, это все же здравомыслящий человек, который работает прежде всего на положительный обучающий эффект и учебный результат, да, увеличивая по качеству обучения, ну и каждый из них, в принципе, вынужденно пойдет на компромисс, рассмотренный в виде такого выше чередования стратегий в применении различных образовательных технологий, собственно, опять же, на вашем опыте, да, убеждаетесь, что такие смешанные технологии, то онлайн, то дистант, то оффлайн, не дистант, да, приводит к, ну, более хорошим результатам. И, следовательно, принципиальное решение, да, оптимальное будет заключаться в плоскости, граничащей с некоторым сотрудничеством, с поиском точек соприкосновения, да, с противоположной стороной в данном контексте, с своими коллегами, преподавателями, учителями, в принципе, в таком, ну, как говорят, плохой мир лучше, короче войны, да, и теоретика вероятностная модель статистическая дает тому строгое математическое обоснование. Резюмируя сказанное, как мы увидели из прозвучавшего примера, соотворчество и соотрудничество на всех уровнях, да, и на уровне учителей между собой, в педагогическом взаимодействии, взаимотворчестве, как раз дает реальный выигрыш в повышении своеобразной результативности использования различных образовательных технологий, их чередований, да, и поиска таких седловых точек в смешанных стратегиях. Этот механизм, в принципе, используется для определения наиболее эффективных и результативных решений педагических. Его также можно использовать и для нахождения других примеров в образовательных и воспитательных системах, различных процессах, оптимизации их различных явлений в педагогическом творчестве, ну и применение теоретики игровых методов в принятии этих педагогических решений, даст как раз оптимальный конечный результат, который, в принципе, интуитивно невозможно было бы предугадывать, но это оказывается реальным путем ухода от субъективизма в осуждениях и в каком-то таком умозрительном, интуитивном оценивании разнообразных дидактических заданий, их проявлений. Ну а если выполнять математические расчеты для результативного принятия педагогических решений, то можно будет каждому педагогическому работнику, да, как раз этот оптимальный результат достигать. Ну и выход как раз заключается как бы на поверхности лежащим. Необходимо задействовать повсеместно, да, и в педагогической деятельности разные информационные технологии, запрограммированные на идеях искусственного интеллекта, в частности, на теоретико-игровом анализе. Ну, в принципе, на сегодняшний день много и онлайн-сервисов, и оффлайн-решений, которые позволяют эти разделы теории вероятности и статистики к теории игр применить, адаптировать, и поиск оптимальных стратегий для оптимизации педагогических решений осуществлять в автоматическом режиме. Ведь обработка данных, статистическая обработка данных, да, в принятии педагогических решений на основе теоретико-игрового анализа, это фактически один из основных на сегодняшний день таких конструктивных путей в решении достаточно сложных и порой трудно формализуемых социальных закономерностей, различных явлений, процессов, которые, несомненно, в педагогике возникают. Такая же формализация иногда называется невозможной в осуществлении, казалось бы, но через неё можно представить всё многообразие сути этой предметной области в виде математической игры. И поэтому как раз использование теории игр оказывается краеугольным камнем, фундаментом, лежащим в основе совершенно новой ветви человеческих знаний, такой наукометрии педагогической деятельности. Значимость использования статистических методов в нахождении оптимальных альтернатив педагогического поиска на основе алгоритмов теории игр подтверждают слова выдающегося мыслителя средневекового Бэкона. Он утверждал, что только верный метод может привести к получению истинного знания и подлинной картины познаваемого предмета. Как раз теоретико-игровой метод анализа педагогических ситуаций – это и есть один из прогрессивных современных методов в нахождении верного педагогического решения. Именно проникновение в педагогику подобных информационно-математических, статистических методов является одним из показателей зрелости этой науки. Кроме того, принятие педагогических решений можно осуществлять на основе метода анализа иерархии статистических методов, предложенных Томасом Саатти. В чем суть его метода? Под принятием педагогических решений, как правило, понимается процесс выбора оптимальных альтернатив в педагогической практике. С целью достижения наилучшего обучающего, развивающего, воспитательного или даже управляющего образовательного эффекта. Под оптимальными альтернативными в данном контексте понимаются некоторые предпочтения, которые не всегда выражаются наибольшими или наименьшими числовыми значениями, но их можно определить как наилучшую выгоду или наибольшую эффективность, продуктивность рассматриваемого объекта или образовательного процесса и явления, именно в каких-то сложившихся конкретных обстоятельствах, месте, времени или в конкретных условиях. А на практике же принятие педагогического решения реализуется в условиях частичной неопределённости. Это когда проявляется неполнота информации по соответствующим педагогическим проблемам, проявляется непротиворечивость имеющейся информации, ну а иногда и в условиях даже полного отсутствия некоторых данных об объектах, подвергаемых этому статистическому анализу. Ведь обучаемые практически по-разному воспринимают окружающий мир и иногда бывает совсем неадекватно воссоздают реакции в процессе обучения, например, какие-то конкретные учебно-воспитательные действия, находясь под влиянием личностных выгод или каких-то ошибочных установок, стереотипов разного рода зависимостей. В условиях постоянно меняющейся педагогической информации большое количество обрабатываемых данных, фактов и причин выходит на передний план. Иногда это происходит вследствие буквально информационного хаоса, и очень сложно бывает принимать правильные решения. Поэтому задача правильного выбора альтернатив в условиях острой неопределённости, как правило, должна сводиться к сужению их исходного множества с учётом их значимости. Ну и тогда лицо, принимающее решение, будет получать наивысшую ожидаемую ценность от своего выбора. В классическом виде ожидаемая ценность принятия педагогического решения заключается, как правило, в том, что существует выбор нескольких вариантов действий, когда каждый из этих вариантов может дать несколько возможных результатов с различными вероятностями появления этих результатов. Рациональная процедура принятия оптимального решения тогда будет сводиться к определению всех возможных результатов. После этого будет осуществлена установка ценности этих результатов, как положительных, так и отрицательных сторон каждого из возможного выбора. Ну и оцениваться будут вероятности, да, статистическими методами. После этого будет перемножение соответствующих ценностей и вероятностей осуществляться с последующим сложением, то есть такая средневзвешенная сумма будет вычисляться с той целью, чтобы получить в итоге какую-то предполагаемую оптимальную ценность. Альтернатива, которую при этом будет можно выбрать, она должна будет давать наибольшую предполагаемую ценность. Именно в педагогических процессах и явлениях, связанных с недосказанностью, с какими-то нечёткими и расплывчатыми выражениями обрабатываемого материала, с различными неопределённостями, условиями, причин, которые влияют на результат, а также с трудностью их многофакторного статистического анализа, бывает необходимым просто задействовать такие методы анализа иерархии, которые давали бы наилучшие результаты в принятии окончательного решения. С оценкой статистически значимой точностью, достаточно близкой к 100%. Какими же методами это можно достичь? В работах современных российских учёных уже рассматривались вопросы теории принятия решений. Например, поиску методов принятия решений в условиях неопределённости уделяли внимание наши как отечественники, так и зарубежные учёные. А именно решению проблемы-парадокса, альтернатив выбора, посвятили свои научные труды Шину Айнгара и Марк Леппер. Исследование этих учёных идёт по пути выявления некоторых особенностей, базирующихся на изменениях уровня полезности состояний, а не на ценности самих состояний. И поэтому оценка соответствующих субъективных выводов в принятии решений постепенно смещается в сторону так называемой точки отсчёта с вводом вспомогательных функций потерь и функций риска. Направления же, связанные с изучением статистическими методами функции полезности, мало присущи бывают к принятию педагогических решений. А сама же проблема выбора альтернатив в дидактических процессах и системах бывает недостаточно исследованной, как в теоретическом, так и в практическом аспектах. Без внимания исследователей иногда остаются такие важные вопросы, как учёт иерархий, использование эффективных математических, статистических методов, многоплановых сравнений в принятии педагогических решений. И учитывая же практическую значимость в использовании обоснованных методик, в принятии педрешений отсутствуют теоретические обоснования и практические внедрения новых конструктивных систем статистического анализа и иерархии. И с этим как раз актуальна оказывается тема принятия педагогических решений на основе статистического анализа и иерархии Томаса Сатти. Эта тема оказывается очень актуальна не только для специализирующихся на исследовании теоретностей каких-то научных сотрудников, которые занимаются проблемами управленческих решений в сфере образования для аспирантов, для педагогических специальностей, исследующих дидактические процессы и явления с научной точки зрения. Ну и для рядовых, буквально, педагогов-исследователей, новаторов и учителей, которые постоянно в своей деятельности сталкиваются с проблемами принятия оптимальных педагогических решений с методической точки зрения. Поэтому содержательное раскрытие этой проблемы станет практически мощным таким, теоретико-значимым подспорьем в профессиональной деятельности учителей. Можно будет наглядно показать, как именно используется метод анализа статистического различных иерархий Томаса Сатти для принятия педагогических решений. Для этого следующие задачи сформулируются, возникают в ходе развития этой тематики. Во-первых, нужно провести теоретическое обоснование использования метода Сатти для объективного принятия педагогических решений в условиях иерархической системы альтернатив. А во-вторых, нужно как-то показать на конкретном примере реализацию этого метода при анализе проблем педагогической направленности. Ну и существует, в принципе, два направления в принятии рациональных решений, два таких путеводных, две путеводных звезды, да. Во-первых, это принцип последовательности, а во-вторых, это принцип максимизации. Первое направление, базирующееся на принципе последовательности, предполагает, что необходимо как-то упорядочить совокупность имеющихся альтернатив с точки зрения предпочтений того, кто принимает решение. А второе же направление, базирующееся на принципе максимизации, связано как раз с максимизацией и рассматривает случай, когда основным условием рационального решения будет являться выбор с учетом максимизирующей величины целевой функции. Опять же, для того, кто принимает это решение. Опять же, как известно, все относительно, да, там, что хорошо для одного, может оказаться плохо для другого, но вот именно кто принимает решение, да, эту целевую функцию оптимально со своей точки зрения формирует. На современном этапе развития теории принятия решений вступает в силу и третий принцип, связанный с неопределенностью психологической составляющей принимающего решения. Дело в том, что у лица, принимающего ответственное окончательное решение, идёт внутренняя борьба между самооценкой и самоконтролем, и иногда неадекватная самооценка может проявиться в противоборстве между двумя основными тенденциями. Это повышение уровня притязаний, то есть это лицо, как и все здравовыслящие люди, в принципе, желает иметь максимальный успех. И с другой стороны, снижение уровня притязаний. Это лицо как бы старается избежать неудачи, да, тем самым. Ну, с курса психологии, наверное, помните, формулу счастья, да, как раз частное отделение уровня возможности к уровню притязаний как раз и называется счастьем. Такое ощущение, да, уровень этого ощущения счастья. Психологический как раз фактор ответственности вступает в игру в этом случае более точно возникает борьба с желанием наибольшей эффективности выгоды, да, при условии непредсказуемости результата выбора. Особенно тогда это проявляется, когда на кону стоят очень большие ставки, да, ну, в бизнесе, если бы образовательном, там, это вероятность больших каких-то денежных потерь. В педагогике это в первую очередь огромная ответственность за обучаемых, связанная с ними, там, может, смертельная опасность, да, какая-то сопряжается. Ну, и как указывал Козелецкий, существует две базовых научных теории принятия решений. Первая – это теория принятия рациональных решений, а вторая – это психологическая теория принятия решений. Дело в том, что способность принимать решения зависит от индивидуальных психологических особенностей человека и, в первую очередь, от его способа мышления. При этом педагоги развивают конвергентное и дивергентное мышление. Мышление конвергентного типа на что направлено? Оно направлено на поиск единого лучшего решения проблемы или на поиск единственного правильного решения, какого-то единственно правильного поиска ответа на стоящий перед решающим вопрос. И такое конвергентное мышление, как правило, стремится исключить неопределённость, так как пытается сфокусировать внимание на главных базовых альтернативах, ведущих к получению эффективного решения. А мышление дивергентного типа, произошедший термин от латинского в дословном переводе, означающий расходящегося, такого расходящегося типа, это мышление нацелено на поиск ответов задачи через отыскание как можно большего количества альтернатив, как можно большего числа вариантов его решения. Это мышление дивергентного типа проявляется в способности к гибкому поиску различных альтернатив и к получению достаточно большого множества решений, обладающих вероятностным характером в первую очередь, что, собственно, и необходимо в исследовательской деятельности средствами мат. статистики, но, к сожалению, бывает рискованным в педагогической практике. Психологическая же составляющая выбора альтернатив определяется индивидуальными особенностями принимающего решения. И при этом особенно важным моментом остается личностный окрашенный опыт и какое-то индивидуальное актуальное мотивационное состояние принимающего решения. Если рассматривать принятие педагогических решений конкретно, то необходимо бывает учитывать не только чисто образовательные или воспитательные преимущества и выгоды, но и психологические особенности лица, утверждающего такие решения. Также его нравственное отношение к ситуации выбора, его этическую оценку выбранных альтернатив, их соответствие общечеловеческим ценностям, различным моральным нормам, традициям или национальным интересам. А лицо же принимающее педагогическое решение в первую очередь должно учитывать взаимосвязь учебного поведения обучаемого с его личностными потребностями, с духовными ценностями, какими-то религиозными, возможно, установками, с уровнем культуры и в целом уровнем воспитанности обучаемого. Ко всему сказанному еще добавляется учет альтернатив, так называемых факторов, чтобы средствами многофакторного статистического анализа осуществлять поиск решения, то нужно эти альтернативы учебно-воспитательной деятельности учитывать, которые могут быть связаны с различными взаимоотношениями между самими обучаемыми, то есть внутри коллектива, внутри класса, ну а также с различными взаимоотношениями между обучаемыми и обучающими, педагогами или учителями. Ну и при этом обязательно необходимо учитывать влияние взаимное одной стороны на другую. Рассматривая такое многообразие великое факторов, которые необходимо учитывать для принятия правильного решения, мы сможем акцентировать внимание на принятие решения с точки зрения предпочтений лица, принимающего его. С позиции же обработки результатов различных альтернатив математическими методами к наиболее доказательному способу их учета, вот этих факторов, да, и сглаживания различных флуктуакций как раз и относят методику СААТТИ. Какой же инструментарий предлагает эта методика? И какие именно процедуры, да, математические модели, какие используются в процессе применения этого подхода? Способ сам разрабатывался американским математиком Томасом СААТТИ. И этот способ называют методом статистического анализа иерархии. Этот способ выбора оптимальных альтернатив является наиболее обоснованным средством решения многокритериальных задач в достаточно сложной обстановке с иерархическими структурами, включающими в себя как осязаемые, так и неосязаемые факторы, по сравнению с подходами, основанными на линейной логике. Этот метод как раз более приоритетный, потому что, применяя дедуктивную логику, исследователи обычно проходят трудный путь построения тщательных, осмысленных логических цепочек в виде умозаключений, не только лишь для того, чтобы в итоге, полагаясь на сплошную интуицию, объединить различные следствия в одно общее решение, воедино. При этом данный подход, основанный на логических шагах, не всегда приводит к оптимальному, наилучшему решению, так как может в ходе решения потеряться возможность принятия компромиссов между разными факторами, лежащими в разных этапах этих цепочек логического мышления. Как указывал сам Саотти, его подход лишён этих недостатков, а сам же метод статистического анализа иерархии является замкнутой логической конструкцией, обеспечивающей с помощью простых правил достаточно строгий анализ, алгоритмически разрешимый анализ сложных проблем со всеми их разнообразиями, приводящей к наилучшему ответу. К тому же, применяя этот метод, можно включить в иерархию все имеющиеся у педагога-исследователя по рассматриваемой проблеме знания и соображения. Это, собственно, может являть собой некоторый сбалансированный путь решения трудной педагогической проблемы. Суть этого подхода в том, чтобы оставить математику достаточно простой, элементарный и позволить богатству структуры модели, характеризуемой этими математическими средствами, нести время сложности. Проиллюстрируем типичные педагогические задачи, которые можно решить, используя названный метод статистического анализа иерархии конкретными примерами из педагогической практики. Допустим, на выбор из набора альтернатив, например, выбор системы обучения, выбор педагогической технологии или метода обучения и тому подобное. Или, например, реализация свободы выбора обучающегося, основанная на различных положениях индивидуально ориентированной системы обучения, а именно выбор дисциплин, спецкурсов обучающимся самостоятельно, отбор учебных модулей, как из кубиков лего, из фрагментов, собирающих свой индивидуальный образовательный маршрут, отбор содержательных единиц учебных модулей, выбор различных вариантов последовательности изучения учебных модулей, выбор методов обучения, использование различных образовательных технологий, выбор форм проведения занятий, выбор способа проведения занятий, выбор различных систем обучения или выбор темпа проведения занятий, альтернатива в определении времени проведения занятия, альтернатива в выборе времени проведения консультации, альтернатива в выборе преподавателя по дисциплине или выбора тьютера по дисциплине по какому-то курсу. Также можно будет применять этот подход в обобщенном анализе и распределении образовательных и информационных ресурсов по схеме, например, заключающейся в выборе оптимального соотношения эффективности занятия и минимизации затраты на его подготовку. Или, например, поиск оптимального соотношения качества знаний обучаемых и минимизации времени на их освоение, повышение продуктивности педагогической технологии и минимизация стоимости на ее реализации, ну и так далее. Ну, где минимаксные, максиминные, цедловые точки нужно отыскивать. Кроме того, еще конкретный пример применения этой методики или этой сферы применения статистического анализа может проявляться при планировании и поиске разного рода компромиссов в образовательном и воспитательном процессах. Или, например, в оценке качества разного рода образовательных объектов, например, при аттестации педагогических работников или в процессе координации образовательных услуг учебного заведения. Также при исследовании востребованности той или иной специальности среднего учебного заведения, да, там, средне-специального или общего учебного заведения на рынке образовательных услуг. При определении оптимальной стоимости за обучение на контрактной основе путем сопоставления цен на аналоги, сходные с оцениваемым объектом. Например, современная педагогическая практика предлагает более 50 различных дидактических технологий. Шутка ли, да? Только задумайтесь. Более 50 дидактических технологий существуют. И каждая из них отражает нынешние тенденции, направленные на общее развитие системы образований. Наличие же столь большого количества альтернативной информации ставит перед исследователями, преподавателями, учителями вопрос как раз о надежном и обоснованном выборе тех способов деятельности, которые окажутся адекватны сложившимся педагогическим условиям. И в этом направлении именно статистический анализ данных выходит на передний план. Образовательные практики часто приходится принимать решения, обобщая данные многих групп педагогов-исследователей в соответствии с каким-то ранее выбранным критерием. Это могут быть попарные сопоставления мнений по отношению к некоторой характеристике, например, к дидактическому объекту, или, может быть, сравнение взглядов лиц на предмет, их отношение к разным поступкам обучаемых. Ну, как правило, обратные величины этих оценок целесообразно рассматривать, ну и некоторым образом они обеспечивают некоторый ключ к объединению групповых суждений, опрашиваемых экспертов, авторитетных в конкретной области людей. Например, если группа педагогических экспертов должна согласиться с сомнением, что одна из рассматриваемых технологий обучения более эффективна по отношению к другой аналогичной образовательной технологии, ну, например, в три раза, да, то тогда эта вторая технология должна быть в одну треть раз быть более продуктивной, чем первая. Метод же анализа иерархии позволяет рассматривать решение проблемы педагогических конфликтов в группе обучаемых, изучающих разные интересы и ценности, да. Например, в конфликте между двумя подгруппами обучаемых в каждой из них следует использовать четыре иерархии для оценки как реально выполнения поставленной педагогом задачи, так и мнимой, то есть эмоционально воспринимаемой участниками реакции на эту задачу. Ну, из такой эмоционально, с эмоциональной стороны, да, мы некоторую ценностную стоимость этой задачи для обеих сторон сможем описать. А педагогу уже посреднику следует использовать эти иерархии, ну и плюс построить еще четыре собственных иерархии для того, чтобы найти компромисс, сближающий интересы сторон этих подгрупп обучаемых. В каждом случае выполнение поставленной педагогом задачи и ее ценностная стоимость будет рассматриваться совместно и одновременно будет учитываться соотношение между каждой подгруппой достигнутых положительных сдвигов и негативных недоработок или провалов в точках их соперекосновения интересов. Понятно, что все это в совокупности влияет на принятие окончательного решения для оценки общих относительных преимуществ альтернатив конфликтной ситуации в школьном коллективе, да. И иногда необходимо оказывается нахождение собственного вектора для упорядочения приоритетов принятия решения. Сам Томас Сати так описывал главную теоретическую особенность своего метода. Теория отражает то, что представляется естественным ходом человеческого мышления. Сталкиваясь со множеством контролируемых или неконтролируемых элементов, отражающих сложную ситуацию, наш разум объединяет их в некоторые группы, в кластеры в соответствии с распределением некоторых свойств между элементами. Ну и математическая статистическая модель как раз позволяет повторить данный процесс таким образом, чтобы группы или скорее определяющие их общие свойства рассматривались в качестве элементов следующего уровня системы, более высокого уровня абстракции. Эти элементы в свою очередь могут быть сгруппированы в соответствии с другим набором свойств, создавая элементы еще одного, более высокого уровня абстракции, ну и так далее, до тех пор, пока не будет достигнут единственный элемент на вершине этой иерархии, которую зачастую можно отождествить с целью процесса принятия решений. В общем виде метод статистического анализа иерархии, этот предложенный сайте, заключается в следующем. Сначала с помощью экспертов находят числа сопоставления, отражающие при сравнении достигнутое согласие в различных мнениях между собой, а затем их записывают в матрицу, в таблицу. При этом находят собственный вектор с наибольшим значением. Этот собственный вектор и обеспечивает упорядочение приоритетов. Его конкретное собственное значение будет являть собой меру согласованности суждений. Для этого сначала определяют шкалу приоритетов. Предположим, что заданы два условия для сравнения. Обозначим их номерами 1 и 2. Тогда, если первый и второй элемент одинаково важны между собой, то в ячейку на пересечении этой первой и второй позиции заносится единица. Если же первый элемент незначительно важнее, чем второй, то заносится тройка. Когда первый элемент значительно важнее второго, заносится пятерка. Когда первый элемент просто важнее второго, заносится возьмёрка. И, наконец, когда первый элемент гораздо более важнее второго, заносят двенадцать. Такую ранжированную иерархию важности между двух элементов этот набор чисел представляет. Можно было, конечно, придумать и иную шкалу приоритетов элементов. Всё зависит от так называемых весов важности. То есть, зависит от сравнительных различий в весе значимости одного элемента по сравнению с другим. При сравнении одного и того же элемента с самим собой можно установить равную значимость. И поэтому в ячейку таблицы на пересечении элементов одного и того же номера строки и столбца всегда заносится единица. Поэтому главная диагональ такой таблицы, да, сводной, всегда состоит из последовательности единиц. Сейчас ячейки верхней от единичной диагонали части таблицы заполняются в соответствии с выше приведённым правилом. А ячейки же, размещенные симметрично этой диагонали, представленные в нижней части таблицы, будут содержать соответственные обратные величины к исходным элементам сравнения. В нашем случае, допустим, там единица, одна третья, одна пятая, одна восьмая или одна двенадцатая. Ну, разберём конкретный пример. Предположим, что Т1, Т2, Т3 и Т4 обозначают условные названия некоторых образовательных технологий, которые могут быть применены для эффективного обучения школьников, ну, той же математики, да. Оценку производит сначала эксперт, в роли которого выступает один из ведущих опытных преподавателей или учителей в своей профессиональной деятельности, который долгие годы использует все четыре педагогические технологии. У него, например, спрашивают, насколько педагогическая технология Т2 более продуктивна по сравнению с технологией Т3. Ну, он отвечает по вышерассмотренной шкале через весовые числа, сравнивая эффективность рассматриваемых технологий. Результаты заносят в соответствующую клетку таблицы. Вот, ну, на пересечении, допустим, строки Т2 и столбца Т3. После объявления всех оценок эксперта, можно будет занести обратные величины в ячейке всей таблицы под главной диагонали, ну, и получив тем самым матрицу попарных сравнений для четырёх строк и четырёх столбцов. Ну, допустим, в первой строке там будет 1, 5, 8, 12, во второй 1, 5, 1, 3, 8, в третьей строке 1, 8, 1, 3, 1, 3, и в четвёртой строке 1, 12, 1, 8, 1, 3, 1. По названной матрице можно будет легко вычислить вектор приоритетов статистического, да, статистического выбора оптимального образовательных технологий. В математических терминах это будет заключаться в вычислении главного собственного вектора, который после нормализации как раз станет тем самым вектором приоритетов, то есть вектором, в компоненты которого фактически весовые коэффициенты будут располагаться, соответствующие вероятностям выбора той или иной образовательной технологии. Для получения аналитической оценки этого вектора используются следующие четыре способа. Ну, перечислю их в порядке увеличения точности статистических этих оценок вероятностных. Первый способ заключающий заключается в суммировании элементов каждой строки и последующей нормализации значений путем деления каждой суммы на сумму всех элементов. Сумма полученных результатов будет тогда равна единице, первый элемент результирующего вектора будет приоритетом первого объекта, второй элемент будет приоритетом второго объекта, там как второй образовательной технологии, вероятность ее применения будет содержать и так далее. Второй способ предлагает просуммировать элементы каждого столбца и получить обратные величины этих сумм. Потом нормализовать их так, чтобы эта сумма равнялась единице, путем деления каждой обратной величины на сумму всех обратных величин. Третий способ предлагает разделить элементы каждого столбца на сумму элементов этого столбца, то есть нормализовать столбец предстоит. Затем сложить элементы каждой полученной строки и разделить эту сумму на общее количество элементов строки. Этот процесс будет усреднять назначение по нормированным столбцам. И, наконец, четвертый способ, наиболее точный, заключается в умножении n элементов каждой строки и извлечении корней n степени. То есть все элементы перемножили, корней n степени извлекли и такую среднегеометрическую нашли. После этого нормализовали полученные числа и вектор значений, вектору приоритетов, соответствующий значению вероятности выбора той или иной образовательной технологии, получили на выходе. Если использовать первый способ, то для начала просуммируются строки выше названной матрицы, получится столбец сумм, состоящий из элементов 26, 12, 12 целых это 2 десятых, потом 4 целых 458 тысячных и 1 целая 542 тысячных. Потом сглаживаем эти элементы столбца и получаем компонент этого итогового вектора, в нашем случае равный 44 целым 2 десятым. Делим каждую компоненту вектора на это число, получаем записанные в виде строки вектор-столбец относительных приоритетов образовательных технологий. То есть получается 0,588 тысячных, 0,276 тысячных, 0,101 тысячных и 0,35 тысячных. То есть соответственно для Т1, Т2, для Т3 и Т4 вероятности выбора и приоритетов этих технологий оказались подсчитаны. Второй способ даст сначала сумму столбцов этой матрицы в виде вектора строки, содержащий элементы 1,408 тысячных, 6,458 тысячных, 12,333 тысячных и 24 целых. Каждый элемент этого вектора строки превращаем в обратную величину, получаем 0,710 тысячных, 0,155 тысячных, 0,82 тысячных и 0,42 тысячных. И после нормализации, то есть когда разделим на сумму, чтобы в сумме единицы получалось, мы приходим к вектору значений 0,718 тысячных, 0,157 тысячных, 0,82 тысячных и 0,42 тысячных. Заметьте, сами значения иные, но ранжирование, по крайней мере, между этими образовательными технологиями оказывается тем же самым. То есть, что по первому способу Т1 технология оказалась с большим весом, что по второму способу Т1 технология оказалась с большим весом. Используя третий способ, нужно нормализовать сначала каждый столбец. Для этого складываются компоненты этих столбцов и делятся каждая из них на общую сумму. Получается матрица весовых коэффициентов. Просуммируя строки этой матрицы, получается вектор-столбец, который после деления на размерность столбцов, в данном случае на 4, позволит получить вектор-столбец приоритетов, равный следующему вектору по компонентам. Первая компонента 0,658, вторая компонента 0,218, третья компонента 0,87 и четвертая 0,37. То есть, в принципе, опять на первую образовательную технологию Т1 больше вес пришелся. И, наконец, используя четвертый способ, достаточно перемножить все элементы каждой строки и извлечь корень четвертой степени, среднюю геометрическую, да, получается. Находим и получаем новый вектор-столбец приоритетов, содержащий компоненты 650,00, 206,00, 83,00 и 34,00 соответственно. Самое точное решение этой задачи можно получить путем возведения матрицы в произвольно большие степени и путем деления суммы каждой строки на общую сумму элементов матрицы. Сравнивая же все четыре результата, мы можем заметить, что точность все повышается и повышается. Вот первого способа к последнему. Но, однако, одновременно усложняются и вычисления. Если же матрица согласована, то во всех четырех случаях вектора приоритетов будут фактически одинаковыми. А в случае несогласованности наилучшее приближение можно будет получить только с помощью последнего способа. Ну, запомните, да, просто среднее геометрическое считаем, и тем самым весовые коэффициенты вот в этой вероятностной оценке оптимального способа выбора той или иной технологии получаются. Для оценки же уровня согласованности, отражающей профессиональность предпочтений различных экспертов, вводят специальную величину, лямбда максимальной, которую называют максимальным или главным собственным значением. Ну, из курса линейной алгебры, думаю, известно, да, вся эта машинерия, да, что это такое. Ну, и чем ближе эта величина лямбда максимально оказывается к количеству объектов или видов действия в матрице N, тем согласованным не оказывается и итоговый результат. Отклонение же от согласованности может быть выражено величиной, равной частному отделению. Лямбда максимальная минус N, делённая на N-1. Эту величину назовём индексом согласованности. Её также используют, да, для оценки согласованности этих экспертов. Ну, тут опять же спорный вопрос, да, достаточно, что лучше, чтобы как можно более согласованные, да, были экспертные группы. Или, наоборот, разрозненные мнения в этой экспертной группе участвовали. Ну, по крайней мере, математическая модель, да, даёт конкретное числовое значение. А уже там субъективное, хорошо ли это или плохо, оценки полученного значения уровня согласованности, уже каждый из принимающих решения будет делать. Также вводят ещё одну вспомогательную величину, называемую отношением согласованности, которая определяет приемлемость или отклонение получаемого результата. Если значение отношения согласованности меньше или равно десятисотым, то результат считается приемлемым. Если же его определяют через так называемый случайный индекс, который рассчитывается через случайно генерируемую выборку в матрицах до практически там пятисот элементов, ну, чтобы как-то определить, да, не является ли вовсе хаотическим эти экспертные рекомендации, да, не являются ли они просто балды случайными значениями взятыми. Так, для матриц, в принципе, не более чем 15 на 15 средних значений, если вы будете выбирать, то случайный индекс будет следующую величину иметь. Для матрицы 1 на 1 индекс равен нулю, да, для матрицы 2 на 2 тоже нулевое значение этого индекса, для матрицы 3 на 3 там 0,58, для 4 на 4 будет 90 сотых, для 5 на 5 там 1,12, ну и так далее, постепенно увеличивая. Чем больше размерность матрицы, тем больше этого случайного индекса коэффициент оказывается. Ну, в нашем примере, когда 4, да, были значения, 4 образовательные технологии анализировались, приближенные вычисления этого индекса согласованности для нахождения главного собственного значения, лямбда максимального, можно будет взять исходную матрицу и столбец, рассчитанный третьим способом, умножить эту матрицу на найденный вектор столбец, вектор приоритетов, там, 0,658, напомню, было, да, 0,215, 0,87 и 0,37. Это можно хоть в том же Excel, да, или в Calc'е выполнить. И получится новый вектор столбец, 2,885, 0,904, 0,352 и 0,147, компоненты которого равняются. После этого разделяются элементы этого вектора на соответствующие компоненты исходного третьего вектора, получается 4,382, 0,141, 0,485 и 0,151. Результат усредняется, получается 4,151, ну и находится по вышеописанной формуле индекс согласованности. Это 4,151-4, как количество всего строк, столбцов в этой матрице, и деленное на 4-1, то есть деленное на 3. Если все это разделим, получаем 0,05. Для определения того, насколько же хорош этот результат, разделим его на соответствующее значение того самого случайного индекса. Для n, равного 4, я, как говорил, это случайный индекс равен 0,9. Отношение же согласованности, если 0,05 разделить на 0,90, даст значение 0,56, что меньше величины, чем 0,1, а следовательно, полученный третьим способом результат оказывается достаточно приемлемым с статистической точки зрения, то есть с достаточно высоким уровнем значимости, оценка этих значений будет приниматься. И его следует оставлять уже. Рассмотрим теперь реализацию Меодосаатти в выборе наиболее продуктивной образовательной технологии. Разберем, опять же, конкретный пример применения Меодосаатти в принятии педагогических решений и для этого решим задачу на выбор наилучшей технологии обучения статистическими методами. Проводится анализ четырех образовательных технологий на предметах эффективности. Для сравнения их продуктивности выбираются пять главных характеристик любых технологий, образовательных в том числе. Во-первых, это степень достижения конечного результата, который частично определяется через уровень неопределенности результата обучения. Для краткости можно его обозначить как конечный результат. В принципе, модные тенденции сейчас работать на результат, на какие-то показатели и прочие. Как бы важен процесс, финальный результат. Вторая характеристика сопряжена с уровнем организации обучаемых, который в первую очередь бывает связан с наличием и с качеством обратной связи между теми, кто обучает, и тем, кто обучается. Ну, условно назовем, организация обучаемых. Третьей характеристикой посчитаем уровень взаимодействия обучаемых с учителем или преподавателем, который выражается через степень привлечения учащихся к занятиям познавательной деятельности и через поддержку этого интереса. То есть, такой уровень взаимодействия с учителем будет нацифровывать данная характеристика. Эта характеристика чаще всего проявляется в виде фронтальной или в индивидуальных формах обучения. Четвертая, наконец, числая характеристика будет задавать уровень взаимодействия учащихся со средствами обучения. И выражаться этот уровень будет через качество взаимодействия. Эта характеристика, как правило, показывает степень усвоения материала учащимися при взаимодействии его не с учителем, а со средством обучения. То есть, опосредованно через тот же компьютер, через интернет, через смартфон, обучаясь. Школьники тоже могут такое обосредованное обучение осуществлять. И, наконец, пятый это уровень диагностики. Он будет выражаться через качество выявления не только начального состояния обучения, но и причин непонимания или отставания в ходе обучения, обучаемости. Условно его уровнем диагностики называем. Напомним, что образовательная технология в целом это целая система, целая система способов, приемов и шагов, последовательности выполнения которых обеспечивают условия и задачу обучения. Сама же деятельность представляется процедурным, то есть, как некоторая определенная система действий, обеспечивающая гарантированный результат. Иерархическая система будет состоять из двух уровней, элементы которых группируются, на первый взгляд, в два не связанных между собой множества. При этом детальное исследование покажет, что компоненты каждого множества все же находятся под влиянием друг друга и в свою очередь оказывают влияние на элементы другого уровня. Причем сами же они в каждой группе иерархии являются собой независимые величины и значения. То есть, нужно будет некоторый выбор сделать, между этими весами пятью характеристик числовых, влияющих на четыре предпочитаемых технологий. Свообразная иерархия системы для принятия решения в выборе варианта образовательных технологий тем самым сконструируются. Возникает, естественно, задача, заключающаяся в том, чтобы сначала провести статистический анализ без учета обратной связи, а затем с ее учетом, ну и после этого осуществить уже вероятностное сравнение результатов. Построенная модель педагогической реальности на основе модели иерархии Саатти как раз и позволяет учитывать возможные обратные корреляции, которые при обычном принятии решений чаще всего игнорируются. Задача эта довольно непростая и без применения математических статистических средств вычислений она практически нереализуема. Считается, что такая иерархическая система с учетом обратных связей между элементами дает возможность воспроизводить первичную реальность существования системы или, как говорят, форму ее координации и организации с учетом обрадачения наиболее рациональным способом. Несмотря на то, что мы, казалось бы, имеем лишь два уровня иерархии, на первом уровне напомню, сначала характеристические свойства образовательной технологии фиксируются, а на втором уровне эти технологии представляются. Ну и финальные вершины как раз этой иерархии выбор осуществляется между образовательными технологиями. И несмотря на то, что, казалось бы, модель иерархическая простая, всего два уровня иерархии есть, все равно соотношение его наивысшего уровня, исходя из взаимодействия с более низким уровнем, дает более точную оценку, чем если бы мы просто учитывали непосредственную зависимость только элементов на этих уровнях. Специалисты, которые глубоко исследуют взаимодействие компонентов иерархических систем, говорят, что лица, которые используют такие методы, по существу, уходят от непосредственного сопоставления большого и малого. И при этом они указывают, что системы большого и малого бывают с достаточно простой иерархией линейной, то есть входящей, восходящей от одного уровня элемента к соседнему уровню, вдоль прямой, и бывают нелинейные системы иерархии, когда верхний уровень может быть как в доминирующем положении по отношению к нижнему уровню, так и в подчиненном состоянии. Но наша же иерархическая система как раз относится к композиции второго класса, поскольку выбор у нас влияние как раз на эти технологии оказывает и та или иная технология как раз предпочитаемый выбор формирует. Обратную связь в кольце управляющей системы замыкаем. Если же мы пять главных характеристик зафиксируем, то мы по сути будем выделять критерии в выборе наилучшего варианта образовательной технологии. Для каждой такой технологии цифрами с разными индексами можно будет показать связи с этими характеристиками разными способами. Насчитывается порядка двадцати связей. Двадцать умноженное на четыре разной комбинации. подсчитать, двадцать взаимосвязей обнаружатся. Сначала эксперты оценивают показатели сравнения самих характеристик образовательной технологии друг с другом. А затем сравниваются уже сами технологии относительно этих базовых пяти характеристик. Ну и сравнение характеристик образовательных технологий относительно ее общей продуктивности можно свести опять же в некоторую таблицу пять на пять на пересечении которых как раз весовые коэффициенты ранжируют этих пяти характеристик образовательных технологий по их продуктивности проаранжировав. Можно рассчитать вектор приоритетов для этой матрицы используя третий вышеописанный способ проаранжировав тем самым ее элементы. То есть какая из характеристик образовательной технологии будет больший вес вклад вносить в выбор той или иной образовательной технологии. То есть для этого мы суммируем столбцы составленной таблицы затем отыскивается каждый компонент новой матрицы методом деления исходного элемента на сумму соответствующего столбца. В результате новая матрица пять на пять получается складывая построчные ее элементы отыскивается общая сумма каждой строки и снова суммируется компонент полученного вектора столбца этих контрольных сумм. Затем каждый компонент этого вектора столбца делится на их общую сумму нормируется тем самым с той целью чтобы в сумме единицы получалось и получается окончательный вектор столбец содержащий числа пятьсот семьдесят тысячных сорок четыре тысячных сто восемь тысячных сто восемь семь тысячных и сорок однотысячные затем исходные данные этой таблицы весовых коэффициентов умножаются на полученный вектор столбец можно в экселе это опять же автоматически осуществить и строится новый вектор столбец но уже с учетом нормировки коэффициентов столбец содержит элементы 4,638 тысячных потом 225 тысячных 1,125 тысячных 1,25 тысячных и 268 тысячных такие весовые коэффициенты да коэффициенты нормировки учитывая веса исходных значений видоизменились потом снова находят каждый элемент этой матрицы разделяя на исходный вектор столбец покомпонентно и его среднее значение отыскивают среднее значение оказалось 6,473 равно итак вектор приоритетов исходной таблицы оказался равным 570 44 158 187 и 44 соответствующее же ему значение лямбда максимального оказалось равным 6,473 это достаточно далеко от значения в случае согласованного в случае согласованной матрицы предельное значение равное 5 ожидается ну а здесь мы лямбда равная 6,473 получили вот ну и если опять же тот коэффициент да найти коэффициент согласованности то он будет больше чем 10 сотых ну и следовательно для сравнения образовательных технологий в рамках каждой из пяти характеристик можно можно будет следующими таблицами пользоваться да где уже конечные результаты организации обучающихся и взаимодействия с преподавателем и взаимодействия со средствами обучения и диагностика будут свои коррективы вносить в весовые коэффициенты приоритетов разных образовательных технологий но это приведет к пяти матрицам размерности 4 на 4 для сравнения четырех образовательных технологий по характеристике конечного результата будут тем же третьим способом отыскиваться значения вектора столбца приоритетов главного собственного значения индекса согласованности и величина отношения согласованности она тоже окажется равным больше чем 10 сотых к сожалению для сравнения четырех образовательных технологий по характеристике организации обучаемых вектор столбец приоритетов может быть подсчитаны те коэффициенты вычислены и так по каждой из пяти характеристик выполняются действия будут значения векторов приоритетов в сводной таблице построчно будут выписываться оглашу результат сопоставление характеристик четырех образовательных технологий по пяти числовым характеристикам будут исчерпываться двадцатью числовыми значениями в таблице пять столбцов на четыре строки эти весовые коэффициенты разных векторов будут выписаны а общая же оценка каждой из образовательных технологий тогда рассчитается по формуле через средневзвешенную сумму ранее найденных значений то есть есть у нас весовые коэффициенты для разных технологий подсчитанные вот в этой матрице четыре на пять и есть весовые коэффициенты для каждой числовой характеристики то есть ее весовой коэффициент как доля участия в характеризации той или иной технологии представляющей собой ну вычислив теперь же сумму произведения этих значений по естественным формулам как сумма произведений соответствующих величин можно будет найти общую оценку образовательных технологий каждая из технологий с первой по четвертой по другому можно было бы получить общее ранжирование характеристик образовательных технологий если умножить матрицу этих весовых коэффициентов справа на транспонированный вектор строку весов каждой из пяти характеристик это фактически то же самое что взвесить каждый из полученных выше пяти собственных векторов приоритетом соответствующей характеристики а затем сложить их что допустимо при независимости характеристик и в результате получен для т первого пятьсот тысячных для т второго двести три тысячных для т третьего сто тридцать две тысячных и для т четвертого сто шестьдесят три тысячных здесь приоритеты образовательных технологий т третьей и т четвертой оказались поменявшимися местами можно убедиться в этом если посмотреть на вектор столбец приоритетов из третьего способа там был т третье значение равное восьмидесяти семи тысячным а т четвертое тридцати семи тысячным то есть т третье имела больший приоритет технологии над т четвертой но если учли в ходе анализа вот это промежуточное звено иерархии учли дополнительно еще и числовые вспомогательные характеристики там пять дополнительных характеристик то т третье и т четвертое технологии оказались поменявшимися местами ну и приоритет их изменился резюмируя сказанное оказалось что самая продуктивная это первая по прежнему технология за ней идет вторая затем четвертый и наконец из всех как наименее продуктивная оказалась третья технология как видим по отношению к первоначальному выбору альтернатив самой худшей по продуктивности оказалась третья образовательная технология применение математических подходов принятие педагогических решений на основе иерархии по методу Томаса Сатти дало объективный конечный результат и такие иерархии оказались устойчивы достаточно и гибкие устойчивость их проявляется в том смысле что при малых изменениях вызывается и малый эффект на результирующем значении гибкость же проявляется в том что добавление новых связей к хорошо структурированной иерархии не разрушает ее характеристик эти качественные особенности иерархии педагогической системы несут достаточно высокую стабильность при вычислительной обработке дидактических данных и реализуется через многоплановые сравнения используя такой метод при выборе альтернатив для педагогического решения исключается возможность пропустить или не учесть какие-то обратные или взаимные связи между исследуемыми компонентами и уровнями иерархии это минимизирует возможность принятия неправильного решения обработка данных педагогического исследования или эксперимента на основе анализа иерархии учитывает не только линейные взаимоотношения между уровнями иерархии но и сложные нелинейные корреляции и переходы которые на интуитивном уровне в принципе бывает невозможным учесть вот так ну на этом пожалуй мы завершим да на сегодняшний день вязанные с педагогическими приложениями различные разделы теории вероятностей и математической статистики кратко буквально освежу в памяти вашей что мы на предшествующих семинарах выяснили ну во первых статистическими методами оказалось возможно отыскивать различные числовые закономерности ну среди прочего тоже вездесущее золотое сечение не исключением оказалось да различные арифметические геометрические прогрессии в различных приложениях педагогической сферы в теории вероятности и математической обнаруживаются но этим не заканчиваются эти приложения кроме того и теорию игр оказалось возможным адаптировать к сфере педагогики вообще к социо-гуманитарным дисциплинам как на рубеже теории вероятности и других смежных математических дисциплин выходящих за рамки нашего курса но тем не менее хотя бы такую основную идею как именно анализ средствами теории игр позволяет педагогические решения принимать хотелось бы тоже разобрать вот подробный анализ педагогических игр когда мы различные стратегии выбираемые теми или иными учителями анализируем с такой математической точки зрения с формальной теории игр то подробный анализ этого педагогического опыта методами теории вероятности может привести нас к тому что в разных случаях при выборе разных стратегий педагогических каждый из игроков ну как игроками этой условной игры будут учителя преподаватели ученики обучающиеся студенты не являются ну и собственно выбор их некоторой стратегии направленной на изучение нового материала будет обусловливать оптимальность их оптимальность их поведения в плане минимизации времени затрачиваемого на изучение той или иной дисциплины ну и на правильное на повышение эффективности до этого образовательного процесса ну и оказывается что в различных случаях каждый из игроков в принципе ожидает выигрывать больше ну и при этом выигрыш другого игрока как будто бы никак не меняется а ведь другой игрок тоже в принципе здравомыслящей личностью является и может менять какие-то свои стратегии выбирая оптимальную для себя стратегию ну и поэтому такое формально чисто решение из теории игр как игр с природой больше да с таким с неразумным нечим некоторым объектом может привести к неоптимальному решению ну и цена игры найденная для оптимальных в случае смешанных стратегий в рамках игр с природой с таким с некоторым неодушевленным объектом используемых в играх с нулевой суммой может не всегда приводить к наибольшему выигрышу это в основном происходит потому что оптимальная стратегия в играх с нулевой суммой как правило основана на ограничении или на уменьшении выигрыша соперника если же игра имеет нулевую сумму то уменьшение выигрыша одного игрока фактически равносильно увеличению выигрыша другого что в случае с более сложной ситуацией когда игра не с природой да игра в такой системе человек-человек происходит это ну не всегда так поскольку оппонент или как противник в этой игре тоже может менять стратегии и выбирать именно оптимальную для себя линию поведения ну допустим что некоторый учитель да там а и учитель б играют вот условно в эту игру и могут выбирать различные стратегии реализуя допустим личностно ориентированную технологию обучения или профессионально ориентированную технологию обучения ну предположим что учитель а и б да участвует в этой игре если учитель б не будет использовать смешанную стратегию будет всегда одну фиксированную вторую стратегию применять используя личностную технологию обучения в то время как он будет придерживаться смешанной стратегии и в этом случае учитель а будет в среднем получать допустим 30 умноженный на 2 5 как вероятность выбора этой стратегии плюс 18 на 3 5 как вероятность выбора другой стратегии причем 30 это успеваемость класса которая получится при выборе одной стратегии а 18 процентов это успеваемость своеобразная класса получаемая при выборе другой стратегии вот такая сумма средне взвешенная приведет к 22 целом 8 десятым процентов как успеваемость класса в среднем при выборе при выборе некоторой смешанной стратегии между несколькими возможными учитель бен тогда по прежнему будет фиксированный выигрыш от этой игры в смешанных стратегиях получать допустим 19 целых две десятых процента успеваемости в классе достигая замечу что выигрыш в этом условного игрока б при этом не поменялся выигрыш игрока а возрос при выборе смешанной стратегии в играх с нулевой суммы подобное было бы в принципе невозможно поскольку улучшение увеличение выигрыша одного игрока автоматически приводит к уменьшению выигрыша другого очевидно оказывается что учитель б может действовать подобным образом и всегда использовать чистую стратегию вторую допустим из двух возможных ожидая что его оппонент учитель а будет придерживаться смешанной стратегии максимизирующей его выигрыш исходя из предположения что разумное поведение оппонента проявляется и в этом случае результат у учителя б будет возрастать у учителя а будет оставаться на прежнем уровне вот таким образом возникает естественно вопрос что произойдет если оба учителя будут использовать чистую стратегию например вторую тогда оба получат лишь по 18% результативности применения своей методики предположим да выигрыш совместный как обоих игроков такой коалиции совместный их выигрыш уменьшится одинаково ну и казалось бы в тупике мы поместились зашли в тупик ведь каждый учитель может выиграть по отдельности больше не навредив с одной стороны сопернику по этой педагогической игре но если оба учителя да оба этих игрока захотят получить больше то суммарный выигрыш у них окажется меньше среднего ожидаемого значения то есть получается такой ну объединенный да кое консилиум да составляющий педагогический совет решающий когда в таком объединенным разумом объединенным коллективным разумом решение выбирается оно большую выигрыш в этой стратегии смешанной будет доставлять ну в принципе как раз этот вариант и возможен оказывается если предположить что оба учителя заключат некоторые соглашения или компромисс чтобы не попадать одновременно в зону с наименьшим выигрышем суммарным ну условно выигрышем здесь как бы такая продуктивность их педагогической деятельности да оказывается результативность успеваемость классов в которых они работают вот если заключить некоторый компромисс соглашение общее ну и использовать тогда совместную стратегию выработать оптимальную и использовать совместно каждую из возможных стратегий с некоторой долей вероятности в этом случае каждая сторона этой игры условно получит больше и при этом выигрыши учителей могут казаться равными например если учитель А будет чередовать свою первую и вторую педагогическую стратегию с некоторыми вероятностями учитель Б будет чередовать вторую и первую стратегию тогда средний выигрыш для обеих сторон этой игры можно увеличить и он будет равен уже 25% против 18 учитель А если будет попеременно получать то 20% то 30% эффективности своего труда от каждой из выбираемой образовательной технологии с разной вероятностью учитель Б например наоборот будет то 30% то 20% чередовать ну и как видим такое компромиссное решение окажется оптимальным с точки зрения теории вероятности и более того он будет равновесным поскольку симметричный результат окажется и к равным оптимальным значениям приведет подобное смешение стратегий то есть с разными долями вероятностей применять одну из нескольких педагогических технологий предварительно придя к такому компромиссному соглашению общему ну и с точки зрения преподавателей соперников когда бы исключено было подобное соотворчество это решение было бы в принципе неприемлемым но учитывая что каждый учитель это все же здравомыслящий человек который работает прежде всего на положительный обучающий эффект и учебный результат увеличивая качество обучения ну и каждый из них в принципе вынужденно пойдет на компромисс рассмотренный в виде такого выше чередования стратегий в применении различных образовательных технологий собственно опять же на вашем опыте убеждаетесь что такие смешанные технологии то онлайн то дистант то оффлайн не дистант да приводит к более хорошим результатам и следовательно принципиальное решение оптимальное будет заключаться в плоскости граничащей с некоторым сотрудничеством с поиском точек соприкосновения да с противоположной стороной в данном контексте с своими коллегами преподавателями учителями в принципе в таком ну как говорят плохой мир лучше короче войны да и теоретика вероятностная модель статистическая дает тому строгое математическое обоснование резюмируя сказанное как мы увидели из прозвучавшего примера соотворчество и соотрудничество на всех уровнях да и на уровне учителей между собой в педагогическом взаимодействии взаимотворчестве как раз дает реальный выигрыш в повышении своеобразной результативности использования различных образовательных технологий их чередований да и поиска таких седловых точек в смешанных стратегиях этот механизм в принципе используется для определения наиболее эффективных и результативных решений педагических его также можно использовать и для нахождения других примеров в образовательных и воспитательных системах различных процессах оптимизации их различных явлений в педагогическом творчестве ну и применение теоретикой игровых методов в принятии этих педагогических решений даст как раз оптимальный конечный результат который в принципе интуитивно невозможно было бы предугадывать но это оказывается реальным путем ухода от субъективизма в осуждениях и в каком-то таком умозрительном интуитивном оценивании разнообразных дидактических заданий и их проявлений если выполнять математические расчеты для результативного принятия педагогических решений то можно будет каждому педагогическому работнику как раз этот оптимальный результат достигать ну и выход как раз заключается как бы на поверхности лежащем необходимо задействовать повсеместно в педагогической деятельности и разной информационной технологии запрограммированные на идеях искусственного интеллекта в частности на теоретико-игровом анализе в принципе на сегодняшний день много и онлайн сервисов и оффлайн решений которые позволяют эти разделы теории вероятности и статистики к теории игр применить адаптировать и поиск оптимальных стратегий для оптимизации педагогических решений осуществлять в автоматическом режиме ведь обработка данных статистическая обработка данных в принятии педагогических решений на основе теоретика игрового анализа это фактически один из основных на сегодняшний день таких конструктивных путей в решении достаточно сложных и порой трудно формализуемых социальных закономерностей различных явлений процессов которые несомненно в педагогике возникают такая же формализация иногда называется невозможной в осуществлении казалось бы но через нее можно представить все многообразие сути этой предметной области в виде математической игры и поэтому как раз использование теории игр оказывается краеугольным камнем фундаментом лежащим в основе совершенно новой ветви человеческих знаний такой наукометрии педагогической деятельности значимость использования статистических методов в нахождении оптимальных альтернатив педагогического поиска на основе алгоритмов теории игр подтверждают слова выдающегося мыслителя средневеков Бекона он утверждал что только верный метод может привести к получению истинного знания и подлинной картины познаваемого предмета как раз теоретика игровой метод анализа педагогических ситуаций это и есть один из прогрессивных современных методов в нахождении верного педагогического решения именно проникновение в педагогику подобных информационно-математических статистических методов является одним из показателей зрелости этой науки кроме того принятие педагогических решений можно осуществлять на основе метода анализа иерархии статистических предложенных метод предложенным томасом саатти в чем суть его метода под принятием педагогических решений как правило понимается процесс выбора оптимальных альтернатив в педагогической практике с целью достижения наилучшего обучающего развивающего воспитательного или даже управляющего образовательного эффекта под оптимальными альтернативными в данном контексте понимаются некоторые предпочтения которые не всегда выражаются наибольшими или наименьшими числовыми значениями но их можно определить как наилучшую выгоду или наибольшую эффективность продуктивность рассматриваемого объекта или образовательного процесса и явления именно в каких-то сложившихся конкретных обстоятельствах месте времени или в конкретных условиях на практике же принятие педагогического решения реализуется в условиях частичной неопределенности это когда проявляется неполнота информации по соответствующим педагогическим проблемам проявляется непротиворечивость имеющейся информации ну а иногда и в условиях даже полного отсутствия некоторых данных об объектах подвергаемых этому статистическому анализу ведь обучаемые практически по-разному воспринимают окружающий мир и иногда бывает совсем неадекватно воссоздают реакции в процессе обучения например какие-то конкретные учебно-воспитательные действия находясь под влиянием личностных выгод или каких-то ошибочных установок стереотипов разного рода зависимостей в условиях постоянно меняющейся педагогической информации большое количество обрабатываемых данных фактов и причин выходит на передний план иногда это происходит вследствие буквально информационного хаоса и очень сложно бывает принимать правильные решения поэтому задача правильного выбора альтернатив в условиях острой неопределенности как правило должна сводиться к сужению их исходного множества с учетом их значимости ну и тогда лицо принимающее решение будет получать наивысшую ожидаемую ценность от своего выбора в классическом виде ожидаемая ценность принятия педагогического решения заключается как правило в том что существует выбор нескольких вариантов действий когда каждый из этих вариантов может дать несколько возможных результатов с различными вероятностями появления этих результатов рациональная процедура принятия оптимального решения тогда будет сводиться к определению всех возможных результатов после этого будет осуществлена установка ценности этих результатов как положительных так и отрицательных сторон каждого из возможного выбора ну и оцениваться будут вероятности статистическими методами после этого будет перемножение соответствующих ценностей и вероятностей осуществляться с последующим сложением то есть такая вредневзвешенная сумма будет вычисляться с той цели чтобы получить в итоге какую-то предполагаемую оптимальную ценность альтернатива которую при этом будет можно выбрать она должна будет давать наибольшую предполагаемую ценность именно в педагогических процессах и явлениях связанных с недосказанностью с какими-то нечеткими и расплывчатыми выражениями обрабатываемого материала с различными неопределенностями условий и причин которые влияют на результат а также с трудностью их многофакторного статистического анализа бывает необходимым просто задействовать такие методы анализа иерархии которые давали бы наилучшие результаты в принятии окончательного решения с статистически значимой долей такой с оценкой статистически значимой точностью достаточно близкой к 100% какими же методами это можно достичь в работах современных российских ученых уже рассматривались вопросами теории принятия решений например поиску методов принятия решений в условиях неопределенности уделяли внимание наши как отечественники так и зарубежные ученые а именно решению проблемы парадокса альтернатив выбора посвятили свои научные труды Шином Айнгаром и Марк Леппер исследование этих ученых идет по пути выявления некоторых особенностей базирующихся на изменениях уровня полезности состояний а не на ценности самих состояний и поэтому оценка соответствующих субъективных выводов в принятии решений постепенно смещается в сторону так называемой точки отсчета с вводом вспомогательных функций потерь и функций риска направления же связанные с изучением статистическими методами функции полезности мало присущи бывают к принятию педагогических решений сама же проблема выбора альтернатив в дидактических процессах и системах бывает недостаточно исследований как в теоретическом так и практическом аспектах без внимания исследователей иногда остаются такие важные вопросы как учет иерархий использование эффективных математических статистических методов многоплановых сравнений в принятии педагогических решений и учитывая практическую значимость в использовании обоснованных методик в принятии педрешений отсутствуют теоретические обоснования и практически внедрения новых конструктивных систем статистического анализа иерархии вот и с этим как раз актуальна оказывается тема принятия педагогических решений на основе статистического анализа иерархии Томаса Сатти эта тема оказывается очень актуальна не только для специализирующихся на исследовании теории вероятностей каких-то научных сотрудников которые занимаются проблемами управленческих решений в сфере образования для аспирантов для каких-то педагогических специальностей исследующих дидактические процессы и явления с научной точки зрения ну и для рядовых буквально педагогов исследователей новаторов и учителей которые постоянно в своей деятельности сталкиваются с проблемами принятия оптимальных педагогических решений с методической точки зрения поэтому содержательное раскрытие этой проблемы станет практически мощным таким теоретико значимым подспорьем в профессиональной деятельности учителей можно будет наглядно показать как именно используется метод анализа статистического различных иерархий Томаса Сатти для принятия педагогических решений для этого следующие задачи сформулируются возникают в ходе развития этой тематики во-первых нужно провести теоретическое обоснование использования метода Сатти для объективного принятия педагогических решений в условиях иерархической системы альтернатив а во-вторых нужно как-то показать на конкретном примере реализацию этого метода при анализе проблем педагогической направленности ну и существует в принципе два направления в принятии рациональных решений два таких путеводных две путеводных звезды во-первых это принцип последовательности во-вторых это принцип максимизации первое направление базирующееся на принципе последовательности предполагает что необходимо как-то упорядочить совокупность имеющихся альтернатив в точке зрения предпочтений того кто принимает решение а второе же направление базирующееся на принципе максимизации связано как раз с максимизацией и рассматривает случай когда основным условием рационального решения будет являться выбор с учетом максимизирующей величины целевой функции опять же для того кто принимает это решение опять же как известно все относительно что хорошо для одного может оказаться плохо для другого но вот именно кто принимает решение эту целевую функцию оптимально со своей точки зрения формирует на современном этапе развития теория принятия решений вступает в силу и третий принцип связанный с неопределенностью психологической составляющей принимающего решения дело в том что у лица принимающего ответственное окончательное решение идет внутренняя борьба между самооценкой и самоконтролем и иногда неадекватная самооценка может проявиться в противоборстве между двумя основными тенденциями это повышение уровня притязаний то есть это лицо как и все здравовыслящие люди в принципе желает иметь максимальный успех и с другой стороны снижение уровня притязаний это лицо как бы старается избежать неудачи тем самым с курса психологии наверное помните формулу счастья как раз частное отделение уровня возможности к уровню притязаний как раз и называется счастьем ощущение уровня этого ощущения счастья психологически как раз фактор ответственности вступает в игру в этом случае более точно возникает борьба с желанием наибольшей эффективности выгоды при условии непредсказуемости результата выбора особенно тогда это проявляется когда на кону стоят очень большие ставки в бизнесе если образовательном вероятность больших денежных потерь в педагогике это в первую очередь огромная ответственность за обучаемых связанная с ними может смертельная опасность какая-то сопряжается ну и как указывал Козелецкий существует две базовых научных теории принятия решений первая это теория принятия рациональных решений вторая это психологическая теория принятия решений дело в том что способность принимать решения зависит от индивидуальных психологических особенностей человека и в первую очередь от его способа мышления при этом педагоги развивают конвергентное и дивергентное мышление мышление конвергентного типа на что направлено оно направлено на поиск единого лучшего решения проблемы или на поиск единственного правильного решения какого-то единственно правильного поиска ответа на стоящий перед решающим вопрос и такое конвергентное мышление как правило стремится исключить неопределенность так как пытается сфокусировать внимание на главных базовых альтернативах ведущих к получению эффективного решения мышление дивергентного типа произошедший термин от латинского в дословном переводе означающий расходящегося такого расходящегося типа это мышление нацелено на поиск ответов задачи через отыскание как можно большего количества альтернатив как можно большего числа вариантов его решения это мышление дивергентного типа проявляется в способности к гибкому поиску различных альтернатив и к получению достаточно большого множества решений обладающих вероятностным характером в первую очередь что собственно и необходимо в исследовательской деятельности средствами матстатистики но к сожалению бывает рискованным в педагогической практике психологической же составляющей выбора альтернатив определяется индивидуальными особенностями принимающего решения и при этом особенно важным моментом остается личностный окрашенный опыт и какое-то индивидуальное актуальное мотивационное состояние принимающего решения альтернатив